Матч за выход, точнее карта за выход на лан-финал Да, это минор, но каждый турнир сейчас важен Первые 2-3 месяца, будем понимать вообще, как работает система И, конечно, бы имперцам хотелось бы попасть на лан Но если Na'Vi вдруг сегодня выиграют, то это будет фантастика Два лана из двух пока возможных, они на них едут, это, конечно, чудо Да, им, наверное, уже и, собственно, и хватит Но на мажор они в любом случае будут отбираться И мажор будет в приоритете у Na'Vi, я более чем уверен Чем другие турниры, чем другие миноры Ну и будем переходить к стадии драфта В общем-то, имперцы, Ио, Веномансер и Санкинг От команды Na'Vi снова начало 1 в 1, как в предыдущей карте Это Клокверк, Дизраптор и Шейкер При этом могут дальше добирать себе и Холст Найта, и Квенов Пейна Пока все эти герои доступны У имперцев Манки Кинг Манки Кинг, как я понимаю, на позиции керри Пошла тяжелая артиллерия у команды Эмпайр Очень сильный герой Чапи много играет на Манки Кинге Не знаю, кстати, как ФН Играет он на нем или нет Но Чапи, я знаю, что постоянно на Манки Кинге играет Ну, периодически, скажем так, играет Скорее всего, этот персонаж достанется именно ему Ну, в этот раз ФН, наверное, на Виномансере все-таки будет шпилить А может быть, это дабл мид Манки Кинг плюс Ио Пока мы этого не можем сказать, но Чисто теоретически Манки Кинга можно поставить против Клокверка Или против какого-то другого милишника Виномансера можно, кстати, поставить против Клокверка Опять у нас Генерал будет играть на ключнике Я так вразумею И Роджер будет бегать Шейкером На предыдущей карте у него это получалось более чем хорошо Против Манки Кинга хороши герои с дизейблами сильными У Нави уже дизейблов более чем достаточно Дизераптор, Шейкер, Клокверк Но может Нави захотят еще что-нибудь такое взять Чтобы не дать Манки Кингу бить Чтобы не дать ему ультовать Не давать ему использовать Бангл Страйк И это Лина Стандартная Лина для Дандимона Мы уже много раз видели этого героя От мигера команды Нави Но в целом пока у Нави такой стабильный, хороший, рабочий пик Такая вот классика Герои практически все сигнатурные На которых игроки очень любят играть Соответственно для Нави нужен герой для Кристаллайза Вивера, к сожалению, нет Тогда было вообще идеально Всех героев своих бы взяли, ребята Да, Вивер тут неплохо бы заходил И против Манки Кинга И в принципе для команды Нави Любит еще Кристаллайз с Тантом Ларсера Который пока даст тупер, может быть он и появится Но отбанят имперца Хаос Найта Да, очень грозный пик получился бы с Хаос Найтом Пять героев и все с дизейблами Как говорится, пикой станы побеждай в доту Самое простое правило Чем больше станов, тем лучше Это такой параметр в игре, который Всегда желательно доводить до максимума Тогда тебе будет проще играть В принципе у Нави хороший сбалансированный пик Про Empire пока мы подобного сказать не можем, наверное Потому что мы не видим, как Empire собирается играть с виспом У Нави все понятно Кто куда пойдет Клокер к сложную Шейкер на роуме Дизераптор будет бегать на сейфлейне Лина мид Забанили темпларку Предполагаю то, что Виномансер с каким-то саппортом пойдет, наверное, на харду Гостик будет играть на Виномансере И Сэн Кинг будет роумищем Ну да, скорее всего так и будет Манки Кинга можно оставить одного на лайне Ну или дать ему какого-то саппорта такого неприхотливого Который будет там отпуливать Чуть-чуть позонит вначале Потом вообще может уйти с лайна С В наберут нами Собственно, даже несмотря на то, что имперцы забанили Хаус Найта Все равно 5 героев, 5 дизейплов Получается Ими пошка Думает Слушай, а можно зайти сейчас Тинни для имперцев? Да почему? Ну, Тинни может всегда зайти Тинни в комбинации с Виспом Это просто вот хорошая пара героев, скажем так Потому что это и магический урон И сильный лейт И дэмэдж руками неплохой Но мне, честно говоря, не кажется То, что мипошка Тинни возьмет здесь И будет пытаться как-то Этой комбинацией Убивать игроков Нави Может что-то мерзкое Такого какого-нибудь некрофоса Знаешь, такого противного Забрать Что тут еще из мерзкого осталось? Некрофос Да, в общем-то и все Из такого метового прям, знаешь Вайпера тогда можно брать Ну, Вайпер Не знаю Лина с ним хорошо простоит на мин Ну, хотя да Лина хорошо и правда стоит Ну, скоро узнаем Остается 2 секунды всего лишь Ну, можно и Вайпера В принципе Тут Можно Какому-нибудь, наверное, Разора Там пойти Триплой к Свену Шторм Спирита Для ФН Ну, в принципе, не самый, наверное, плохой вариант Но дизайблов много ФН может быть не очень просто На этой карте Гостик играет Виномантером Ванскор на Виспе Мипошка Сэнд Кинг Чапи Манки Кинг ФН Шторм Спирит У Нави Кристаллайз на Свене Дэнди Лина Роджер Землетряс Шейкер Санейка Дизраптор Клокверк Достался генералу В очередной раз Прекрасный пик Прекрасная Игра должна получиться Посмотрим Посмотрим Да, решающая карта Как мы уже сказали Последняя игра В регионе СНГ Хотя не последняя еще В целом В регионе СНГ Потому что уже совсем скоро Начинается И Сэлгамбург Завтра, друзья Завтра Поэтому можно найти Только, казалось бы СНГ Тота Завершилась Но по факту Она будет Бесконечна В общем Вкладку С Твич ТВ Слэш Дота Дворхаб Можете просто Не закрывать Скоро там Будут стримы И ночью И ночью при этом И днем И утром Всегда Круглосуточно Практически Идет трансляция Ладно, смотрим Смоук есть Тут уже пришел Роджер Без вардов Просто как раз Пришел, чтобы Увидеть, есть ли кто здесь Дабы противник Не мог поставить вард Но у меня есть такое ощущение Что могут ребята Выйти Сейчас порубить деревья И даже попытаться Выйти Кого-то убить Опа Санейка Не самая выгодная позиция Мипошка Надо копать Есть глимс Но Санейка Хотя допускать не должны Да, Ванскор Отличный бодископ Еще бы Пробой Ростику досталось Так Да Оставляли именно для ФНа Никто не бил Как раз когда основалось То хп И ФН получил Ферстблат Заберет себе еще и руну Начало просто Великолепное Очень приятно Очень приятно Ему, наверное И Ванскор будет помогать Так, а ребята Догадаются То, что Санейка Проварил Здесь точку Или не догадаются Или догадаются Посмотрим Ну, наверное После того, как Попытается Его застакать Или вообще Как просто Он придет на этот спаун Нет, смотри Разрубил еще деревья Сентри Да, и сентри Есть Кажется, знает Да, знает Блеск Еще соточка золота Очень четко У имперцев Какое-то начало Прям Слишком уж удачное А тут Сейчас будет Щемление Сейчас будет, видимо Мясо Здесь, да Выходит Роджер Выходит снова Санейка Есть у него, правда, глим Стандарт-страйка нет Попытка своровать руну Окей ФН Остается Без руны Гиль от Гостика Просто в молоко Ошибка Так бы, на самом деле Роджера здесь можно было бы и убить Под замедлением Мипошка в топе забрал Знаешь Вообще Мне кажется Что если бы Шейкер Просто положил Вот так бы фиссуру Импакта от этого Было бы больше Санейка, конечно Заглимсил ФН И Помешал ему Заблокировать крипов Но Если бы Роджер просто фиссуру Был бы использовал То Шторм Тупо бы не успел На мид вообще К первой пачке То есть ему пришлось бы Там обходить Кругалями Какими-нибудь Дэнди бы тут И рэнджового крипа Успел бы добить И своего бы Наверное успел бы Ну, в общем Получил бы Такое солидное Преимущество Ощутимое весьма В центре Позиционное Но Роджер решил Что баунти руна будет Ну, ему-то точно Баунти руна Нужна Потому что он Роумящий шейкер Ему надо денежки Доставать откуда-то Ну что ж Манки кинг Внизу Один на один Против Клокер Очень для Чапи Приятная линия Против Милишника Стоять Постоянно Чапи Будут харасить Генерала Постоянно будут Стакать С Джигумастери Здесь нужно Сделать акцент Здесь Нави Должны гангать Очень часто Потому что Свен комбэкнется В игру Если ему настакать Эншентов Ему тут и так тяжело Ты можешь прийти сюда Шейкером Убить Веномансера Один раз Второй раз Но Тем не менее Он будет мешаться И мозолить глаза Кристалайзу Кристалайз там По максимуму Старается фармить Переагривает крипов Но ему все равно Будет сложно Он комбэкнется В игру За счет эншентов А вот Манки Кинг В игру за счет эншентов Комбэкнется не может И если Нави Будут давить В эту точку Весьма вероятно Что Они ее рлигейм Выиграют Но Пока что Шейкер Находится в топе Будут пытаться Что-то может быть Тут предпринять Ничего не пытаются Предпринять Роджер пойдет Воровать вот эту Баунти руну Сейчас Должен По крайней мере Да он перекрывает Выход Не знаю Успеет Не успеет Ну там можно Протиснуться Мипошка Прошел Но Роджер окажется Быстрей Да легчайшая руна О курьер Халява Или нет Это был байт на курьера Это был байт на курьера Ну Я сомневаюсь Ну да Он как-то Ну вообще Было конечно Очень опасно Если Проджер Этого курьера добил Если бы он скастил фиссуру И дал бы второй удар Было бы очень неприятно Курьера потерять Роджер сейчас может погибнуть Хороший подкоп от Мипошки Еще один фраг Для Империи ФНчик за счет Феррсблада Чувствует себя Уверенно на миде Ему и Висп помогает В принципе Шторм один на один Линни проигрывает Как и многие другие персонажи Проигрывают Линни Линна невероятно сильно На центре Но вот У ФНа был Небольшой буст По золоту И есть помощь от Виспа Который заливает ему ману Роджер забирает Еще одну баунти руну Может переместиться в бот Но одного Роджера будет мало Чтобы Чаппи убить Мне кажется Надо сюда еще и Дезераптору Прилетать как-то Пытаться с Чаппи разбираться Но Дезераптор пока не хочет Покидать линию в топе Но возможно Именно благодаря этому Кристаллайз имеет Хотя бы 15 клипов Хотя бы Небольшая стычка Выходит сюда Мепошка Попытка убить Санэйка Санэйка подкопали Убьют или нет Убьют, убьют Там пассивочка у Мепошки Работает Сейчас лопнет А вот убрет ли Гостик Все-таки идет Кристаллайз за ним Есть манга Ну вот нажимает Он сейчас спрячется в лес Поставит ва О, елочку попытался поставить Гостик Красавчик Но Опа Слушай, а Гостик-то живет Гель на развороте Уже проблема у Кристаллайз Сюда приходит еще и Ван Скор А по-моему Свен, все На этом закончился У Свена Нет жизни Есть стан Но секунда кулдаун Дать его не успевает 4-0 В пользу имперцев Очень круто Внизу сразу же начинает встреча Чапи и генерал Сюда приходит Что-то не хватает Закидывает Манки Кинга Чапи, палка появляется Можем просто убивать всех А нет Не хватает Да, ну я думал Просто сейчас всех разрядит Но это был бы Манки Кинг Который только-только появился В доте Он бы, наверное, тут всех бы убил Да Вообще без проблем Он один бы пятерых бы выиграл Если бы Четыре игрока Империи просто стояли бы АФК Ну или хотя бы Не отсвечивали Манки Кингу Чапи бы в соло бы выиграл Если бы ему дали Этого Манки Кинга Когда он только в 7-0 появился И снова на топе Снова атака Санейка еле живой Висит на нем поизон Ордус Вен Он погибает В друг гостика Мипошка при этом живет Кристалайз получает Поизон Пытается убежать Мипошка не пошел Да глубоко У него маны нет Да и хп мало И Кристалайз оставляется Но пока без войны Очень трудно Да и по крипстату Это видно 17 на 2 У Манки Кинга 28 на 3 Разница практически В 2 раза Роджер постоянно Контроля стаков Не дает делать Хотя уже стаки Все-таки как-никак Но Висп надел Уже нормальное количество Но можно контролить И Фэна Подворовывать опыт Хотя бы Можно даже Кисуркой какого-то Крипа добить В идеале Ставит еще один Вард Роджер На центр Варды вообще Расставил хорошие Все перемещения Фэна Будут видны Абсолютно все Ну и в общем Вард Скоро тоже Вард Скоро тут Ничего не сделать Роджер пытается Просто Икспу воровать В ФН И ФН По Икспе кстати Линии проигрывает Пока нет 6 уровня У Шторм Спирита С Роджером С Роджером Не справится Он тут будет Чувствовать себя Весьма Весьма комфортно В топе Мипошка уже Готов нападать на Кристалайзу Кристалайзу только Пласка В последнее время Кристалайз просто смотрит На то как фармит Гостик Так не может Продолжаться дальше Надо что-то делать Что-то делать должны На вес Анейка пулит У него второй уровень Они втроем Лико Чапи убивают Но чем дольше Они ждут Тем сложнее Это будет делать В последствии Потом вообще Закончится Стадия лайнинга И Чапи пойдет Гангать А на лайн Станет какой-нибудь Сэнд Кинг И начнет там фармить Вот И тогда уже Как бы его будет поздно Гангать Гангать будет он Ну ладно Стоим Смотрим Ждем Что же произойдет Ждет Рожар момента Фиссурка Замахиваться Фиссура Фиссура Да Не совсем Удачная Хотя А что тут Тихонь Слушай Интересная механика Доты Пал Чапи отсюда Не должен уходить Да Чапи погибает Параллельно Убивает Драптора На верхней линии Делает Гостик Грамотно Получилось Я честно говоря Не ожидал Что на вес Могут так Красиво Поймать В принципе Да Они вдвоем Убивают Но надо Без скрипов Поймать Там в миде Уф На проблема У него нет Еще был Лайтинга И Ростиславу Держаться На центральном коридоре Без виспайт Вообще практически Невозможно Виспайт Четвертый уровень На шестой с половиной минуте Ванскор молодец Ванскор конечно Просто колоссальный опыт Игры на этом персонаже Один из его любимых Мне кажется Героев Вообще Насколько я знаю У него Сайлансер Любимый герой Когда-то был Может быть Что-то поменялось С того времени Внизу Атака Снова новый раз Оказался Мипошка поблизости Палка Наклока Работают батарейки Чапи Есть пассивочка Надо бить Убивают Клоперка Роджер делает Убийство на Чапи Мипошка пытается Просто уйти Санэйка Что по Глимсу Глимсейс Но Не было бижена А Дэнди Погибает на центре Тут ФР Ванскором Дэнди Видимо дрался Но Не получилось ФР оказался Сильнее Это еще ФР пока играет И без Вортекса Только Ремнант И Оверлод Гостик Чувствует Безнаказанность На топе Третий Варда Он начинает Потихонечку Пушить Линию Кристаллайза Вышка уже На половину Разрушена В центре Целепортируется Сейчас Дэнди Дает Драгонслейв И подфармливает Тут что может Восьмой уровень У него Обгоняет он Пока на левел В какой-то момент Обгонял на целых два Но после того Как погиб Эта дистанция Сократилась Подфармливает Лес Есть ли еще Какие-то стаки Да Вот тут мы видим Стаки У генерала Будут ли проблемы Палка попадает Чапи Боро Страйк Да Умрет здесь генерал ФР приходит Чапи Так Свой Забирает Делает его Предполагаю Что Чапи Будет через Диффуза Играть В этой игре На Предыдущей карте Против Na'Vi Ну тогда Два дня назад Он играл без Диффузов Здесь наверное Диффузов купить Не идет ФН Будет помогать Лагуна Блэйд Урона хватает Но Дэнди Не факт что Уйдет Полетит ФН Там шрайн Конечно Но вон скоро близко Да ФН принимает решение Уйти назад Тут же оказывается Роджер ФН хватает Лимана Да хватает Улететь через С Фиссуру Ну и уходить Самим назад Шрайна Правда ребят нет Они только-только Его нажимали Но ничего Есть Висп Который сейчас Подригенит Понемногу На топе все Свен уже крипам Даже подойти толком Не может На Свену надо просто В лес уходить Он не может тут Ничего сделать Он просто смотрит У него есть маска Он может фармить лес Вообще абсолютно спокойно Сюда можно отправить Санейка Пусть хотя бы Икспу получает А Свену может Пофармить нейтральных крипов Сейчас Кристалайз Просто рискует Умереть Сюда уже приходит Манки Кинг Кристалайз это понимает И да Отчаялся совсем Он пошел Фармить нейтральных крипов Его правда Должны видеть Имперцы Да Предполагает наверное Что Кристалайз может вернуться Но Кристалайз Не вернется Он пойдет фармить Лес дальше У Роджера Проблемки в центре Но сразу же Сюда делает Телепорт Санейка Будет защищать Своего Роумера Попытаются забрать Ван Скоро Ван Скоро глимсует Прям под вышку Тотем Со вторым Афтершоком Неплохо работает И Ван Скоро все таки умирает Выживет ли ФН? Мало Не очень мана Идет в погоню За ним Денди Но нет Глимса нет Поэтому Штармспирита не вернуть внизу Генерал Пошел на Мепошку Ну Мепошка с Броустрайк В общем-то Может как-то укопаться Сделать телепорт Если выберет Правильную траекторию Показал Мепошку в погоне Мепошка Все Все батарейки закончились И теперь просто Уходить назад И тут фармятся стаки Месталайз Хоть как-то себя По золоту восстанавливает Все у него в порядке будет Смен такой герой Что На лайне он может Не очень хорошо пофармить Но если команда Постаралась ему на стак Оттеншентов То в принципе У него все будет окей Он Нафармит Мом и Блинк И будет просто Всех убивать Ну будет стараться По крайней мере Всех убивать Тут У него есть такая возможность В боте пытаются Забрать генерала Генерал В ответочку Пытаются Что-то сделать Мепошке Но там на тизере Лечат Сэнд Кинга Ван Скор Телепортируется На базу сейчас Купит книгу Прочитает ее И вот появляется Ван Скор Релокейт Сколько сочных целей Для релокейта Здесь есть Дизраптор Лина Шейкер Всех их можно Легко убивать При помощи Шторма Допустим То есть Сетапит килл какой-нибудь Сэнд Кинг Или Манки Кинг Который на дереве Висит Дает палку Туда делается релокейт И все Без шансов Как говорится Чеппи Большой опасности Телепортируется Клокер в бот Использует кукшот Попадает Запирает в коги Да, запирает в коги Батарейка работает Есть релокейт Чеппи пока живет На вопрос времени Фиссура залетает Фиссура просто идеально Была От Розер врывает Шторм спирит Эхо слайм на Розера Отличный подкоп От Сэнд Кинга По троим Дэнди помогает Драгослайбам Но при этом Имперцы делают Все равно Три убийства Но Сэнд Кинг Сэнд Кинг сейчас тут Повлиял на исход От этой драки Практически полностью Да Мипошка дал подкоп Роджер дал фиссуру По двоим Но Мипошка Дал Боролстрайк По троим И всех похоронил Единственное плюс Что хотя бы Сэнд получил Спейс И спокойно На топе Фармит Добивает Катапульту Летит ему ПТшка Летит ему Еще и Телепорт Чтобы на всякий Случай Можно было Где-то Помочь Своей команде Хорошие Варды Вот таких Вардов Эмпайр Не хватало На предыдущей Карте Чтобы можно Успешно было Действовать Можно было Фармить Лес спокойно Но похоже Что кристаллайз Все-таки Через Эпицентр Здесь будет Убит Но попытаются Хотя бы Наказать Мипошку Мипошка Даже не уходит Назад И грамотно Делает Все равно Придется Уйти Получает Глимс Фиссуру И Погибает Ничего страшного Пространства Очень много Создается Игроками Эмпайр Фармят коры Очень важно То что фармят ФН ФН в перспективе На своем Шторм спирите Тут будет Летать И убивать Хоть и у Нави Много Дизейблов Но когда у Шторм спирита Все в порядке Он находит Скажем так Возможность От этих Дизейблов Поворачиваться Просто Подождать Немножечко Когда Потратит Шейкер Фиссуру Когда Дизраптор Потратит Ультимейт И После этого Влетать Там Кого тебе Угодно Грубо говоря Из Когов Ты вылетаешь Дизраптор Ульту Уже Потратил От Стана С Вена Можно Увернуться Так что Если Фен Купит Бладстоун И Быстро Ахнет Левел У Нави Будут Очень Серьезные Проблемы Бладстоун Собирается Также Покупать И Лина Чапит Топе Подозревает Ли он Хоть что-то Видит Роджера Который Подфармливает Клипчиков Пытается Добрать Свой В теории Он не Один Есть Будут Поцепить Снукинга Покопался Да Они не Понимают Что к чему Вон Ван Скор Пока живет Нажимать Стики Это был Вопрос Времени Фен Пытается Убить Генерала Фен Полетел На ультимейте Генерала Нужно Добить Генерал Погибает Размен Пока 2 в 1 Возможно Попытается Убить Санейко Санейко Телепорт Не успел Мипошка Не совсем По таймингам Попал Но все равно Биспа Разменяет На двух Игроков Это Всегда Приятно Более Чем Ценный Размен Для Эмпайр Конечно Остается Очень Очень Немного До Бладстоуна Мипошка До Даггера До До Даггера Достаточно Долго И при этом У него Солринга Нет А у Роджера Есть Транквил И Солринг В принципе Ромящий Шейкер Не всегда Приобретает Солринг Или Транквил То есть Оба Этих Артефакта Появляются Не всегда На Ромящем Шейкере Иногда Можно купить Только Солринг Иногда Только Транквилы Вот И ты Как бы Быстрее Можешь Даггер Вынести Если бы Роджер Там Допустим Пожертвовал Солрингом То Наверное Где-то Минутки Через полторы Он бы Уже Смог Себе Купить Даггер Но Солринг С другой Стороны Позволяет Ему Чаще Использовать Свои Способности Чаще Помогать Своей Команде Подкачал Всем Крипам Так Что там В топе Вообще Происходит Мипошку Будут Пытаться Убивать Глимс Левел Левел Четыре Но Слишком Опасно Нави Там Находиться Могут Оказаться Игроки Империи Неподалеку И Дать По ушам За такое Лина Тринадцатый Уровень Хочет Купить Себе Лотар Посмотрим Будут ли Себе Покупать Дэнди Сильвер Как мы Видели Сегодня Это Было Часов Пять Назад Но Здесь Пока Этимбилд Максимально Стандартный Бладстоун Шэдоу Блейд Дальше Видимо Будут Тривела Уже Дэнди Какую Игру Играет Именно Таким Вот Этимбилдом Падает Башня Правда Забрали Ее Каким-то Образом Крипы Не повезло Но Это Смоук Чапи Вместе С Мипошкой Будет Понятное Дело Релокейт Будет Прыгать Чапи Чапи Прыгает Есть Подкоп Есть Палка По двоим Сюда Пролетает Практически На всю Ману Лагуна Блейд По Чапи Чапи Погибает Генерал Ушотнул Посмертный По Манки Кингу Больный Ванскор Ванскор Нужно спасать Ванскор Живет Вортекс На Лину И Лину Нужно за это Наказывать Да Подкопали Дэндимона Дэндимон Делает Суицид Но и он Релокейт Вернулся На топ Да Заряд Заряд В Бладстоун Штормспирит Все равно Получил Вот Так что Хоть и кэри Потеряли Там Кристаллайз Бил Ванскор Перенаглил Тут немножечко Бисп Он там Вроде обратно На релокейте Вернулся Но Наверное Немножечко Задержался В топе Мог уйти Попытаться Гостик 13 уровень Уже есть Форсстав Можно Спасаться От Глокверка Даггер на 16 минуте У Шекера Очень неплохой тайминг От Роджера Нельзя сказать Что он Сыграл Настолько же круто Как на предыдущей карте Да Здесь конкретно Но Вещи На самом деле Учитывая Сколько Нави Сегодня Вообще Играют За день Я удивлен Что они еще Играют На таком Неплохом уровне Потому что Сколько они играют Мы начали с тобой Комментировать В 16 часов По московскому времени Да Сейчас уже По второму По москве И они играют Без пауз У них пауз не было Вообще Там мы сидели Смотрели матчи Отдыхали А Нави Играют Беспрерывно Уже Огромное Количество Времени Но Пока Пока показывают Неплохую доту И каждый матч Ведь важный Там это Были квалификации Открыты Там были Опенфайл Здесь тоже Матчи Где На вылет Это плей-офф Здесь нет Никаких лузеров Здесь уже Выход на Лан-финал Каждый матч Нужно Выигрывать Нави Прожимают Смоу Хотят Наверное За Т2-вышку В топе Подраться Будут драться Будут драться Виномастер Заставляется Вардами Ракетками Дает Вижен Себе Клокверк Даггер Шейкера Имперцы Не видели Но они должны Предполагать Что у Шейкера Уже есть Даггер Я честно говоря Не уверен Что они Не знают Может он где-то Там и Подспалился Но 17 минут Пора бы Шейкеру Выносить Даггер Имперцы Должны Прекрасно Понимать Хуком Мажет Витя Это плохо Скилы Уже были Потрачены Не очень Хорошо Надо расходиться Надо Сплитпушить Плохо То что Нави Стояли в пятером Все это время Пытались Как-то Отогнать Соперника А вот Висп Вместе С ФНом Они бегают По карте Спокойненько Фармят Если Возникнет Необходимость Они прилетят В драку Возможно Они прилетят В драку Тогда Когда Гостик Уже Всех Своим Ультимейтом Так как следует Поддамажит Подбайтит На скилы И Шторм Там будет Просто Собирать Урожай Из фрагов Убивая Одного героя За другим Ну в общем-то Такого не произошло Правильно сделали Что Убежали Потому что Потратили Хукшот Синициировать Не смогли Сразу Несмотря на то Что у них вроде бы Как есть Шейкер Тоже герой Синициацией Но Без хукшота Драться не очень хочется Кристаллайз Мом И блинк У него А вот кристаллайз Становится невероятно опасен Если он купит БКБ С ним возникнут Огромные проблемы Потому что В БКБ С ним ничего не сделать Пытаются убить генерала И справятся С этим Да Убер генерала И возможно Санейка Санейка С Шторм Под себя Кстати очень неплохо Получается Надо спасать обратно Тизер Ванскор Идеально Идеальные тайминги Просто секунда в секунду Роджер должен погибнуть Роджер погибает Санейка тоже погибнет Я не знаю То ли это везение Называют То ли это просто идеальный просчет По таймингам Это небольшой мисплей Такой Знаешь Очень Очень на тоненького Сыграли Здесь имперция Если бы Роджер Чуть-чуть попозже Буквально на долю секунды Попозже Скинул бы свою фиссуру Застанился бы Ванскор И не успел бы Тизер использовать И на релокейте Улетел бы обратно один И фэна Наверное бы забрали Вот Но видишь как бывает Доли секунды Могут решать абсолютно все В этой игре Ну такое сложно Просчитать Суллеркрест появляется Вина мансера Ты видел Манки Кинг Что поставил себе В Крикбай БФ Ну интересный выбор Я знаю то что Манки Кинги Иногда покупают БФ Я видел как Бобок окажется Покупал БФ На Роу Манки Кинге Но тут Собственно Ну да На Роу Манки Кинге Наверное БФ Это дикость какая-то Потому что Твоя задача Не фармить И демидж Там Ультимейтом Ну как бы Да Демидж ультимейтом Тоже конечно Наносить было бы неплохо Но ты герой поддержки Когда ты ромишь Тебе надо там Дизейблить Тебе надо Наверное Какие-то диффуза купить Чтобы снимать Какие-то бафы Крутые с врага И здесь кстати говоря Такие бафы есть Это Варкрай Свена Но БФ очень круто Смотрится на Манки Кинге Если его действительно Выформить Если вдруг игра пойдет Не так как хотелось Боимперцем То за счет БФа Чапи сможет Держаться На хорошей строчке По Нетворце Ну и плюс Он отлично Сочетается Со скиллами Да Чапи Подходит этому герою Дает дэмэдж Дает реген Крутая вещь Если ее опять-таки Удается выформить Иногда Манки Кингу Непозволительно Такие вещи собирать Иногда ему нужно Вступать в бой Вот Вот прям вот сразу Как только он нафармил Саблю Как только он Нафармил Там Дизолятор Или диффуза Ему надо уже сразу же Куда-то бежать Где-то драться Использовать скиллы И помогать своей команде Здесь Такой цели Видимо Чапи Перед собой не ставит Или команда его не ставит Такие цели Будут ребята пытаться Фармить Шторм Спирит 15 уровень Он тоже собирается Паковать БКБ И у него-то Блэкинг Бар Уже почти есть У Свена Кстати тоже Блэкинг Бар Я честно говоря Даже не знаю Для кого Блэкинг Бар Круче Конкретно в данной игре Что страшнее Шторм Спирит С Блэкинг Баром Или Свен Что-то мне подсказывает Что Шторм Спирит С Блэкинг Баром Пострашнее будет Потому что Если Кристаллайза Намазать Гейлом То Особо-то он ничего не сделает До БКБ Да А вот Шторм летает Шторма никак не задезейвлить Он будет бить Он будет драться Ну если уж на то пошло Можно и посплитпушить Нави пока скованно действует Хоть у них и Шекер Есть в команде Но Выходить куда-то Они не собираются БКБ у Шторм Спирит 4000 преимущества По золоту У Империи Преимущества по Иксп 1500 золота Такое небольшое Но ощутимое Преимущество У Имперцев имеется Ну и плюс по героям Наверное у них пока Доминация Конкретно Вот герои команды Эмпайр На данный момент В данную минуту Выглядят интереснее Выглядят сочнее Чем то что есть У Нави Нави пытаются гангать Гостик С Солар Крестом Надо это понимать Может быть Будут прокать Миссы И ты не сможешь его забрать А тут Мепошка Неожиданно Находится Анейка С Анейка палка И Дэнди понимает Что Что лучше выходить Отсюда С Анейка Ой Но Импер Сами боятся Видишь Они не знают Они не знают Как много игроков Нави стояла За спиной С Анейка Вдруг там четверо Еще То есть Чапи Потратил палку Уже Он просто взял В саппорта Зарядил Одним из Своих самых Мощных скиллов А если драка А палки нет И уже как-то Не хочется Да Воевать Поэтому и сыграли Аккуратно Если бы Чапи Не шкварнул палкой Вот прям сразу То наверное Не постеснялись бы Там навязать бой Тем более Шторм Спирит С Блэкинг Баром Мне кажется Только и ждет Драки Когда же она начнется Чтобы поскорее Пополнить Запас заряда В блокстоне Позволяет себе Позволяет себе Пармить уже На вражеской территории Если что Опять-таки Нажмет ПКБ И может постараться уйти Но его могут Не выпустить Из стан лока Тут такой пик у нами Что Шейкер Который приземляется С эхо слэмом Дает фюсуру Туда Залетает Лина Со станом лагуны И проблемки начинают Чапи Телепортируется в топ Пытаются убить Дэнди Здесь У Дэнди есть Блодстон Он моментально Динается И Заряд Ну а внизу Еле живой Ванскор вернется Ванскор возвращается Да С Эфеном Ну да ладно Убили Лину Точнее Заставили поражать Блодстон Это Круче чем Потеря Потеря Виномансера Имперцы Давят Аккуратненько Аккуратненько Давят своего соперника Профармливают лес Вот это Ключевой момент Который Демонстрирует Понимание игры У людей Когда они доминируют На карте Они стараются Фармить не свой лес А чужой Чтобы сопернику Просто меньше фарма Доставалось И имперцы Естественно Используют Второй вариант Нави там конечно Денежки Кое откуда Могут доставать Они там Баунти руну забирают Частично Профармливают лес Имперцев Но Все равно Импайр зарабатывает Больше В данный момент А войну Выигрывает экономика Друзья Не солдаты А экономика Так было Есть и будет Наверное Всегда На основу Пока небольшой Затишь И возможно Команды вспомнят О том Что на карте Есть Рошан И в общем-то Забирать его могут Капитеток и другие Имеется Солар Квест У Гостика У Рошана Можно заходить И он уже Активно проверяется Тот же генерал Закидывает ракетки Временами Временами Использовать Использовать Смоук Но мы видим То что Имперцы Особо Никуда не Торопятся Хочется Еще Пофармить У него Нет 18 уровня На 20 Тоже у него Таланты Приятные Вроде бы И до 20 Хочется Докачаться Манки Кинг Тоже на 20 Уровне Имеет Приятный Талант В виде 40 Единиц Урона Он ему Пригодится Боя в Чапи Так и не Сфармил Кстати Вот он Все Фармит Фармит Никогда Фармить Не может Дэнди Хочет Купить Себе Форстаф И Покупает Его Игнорирует Блэкинг Бар Дэнни Ну Это Может быть Очень опасно Это Может быть Критично Да Потому что Блэкинг Бар Мы уже Помним Игру Где Дэнди Его не купил Быстро И потом Очень много Погибал Драке Импакт Не выдал Кстати Смотри Наконец Таки Выход От команды Наю Пятером Только Генерал Пока Где-то В другой Части Карты Решили Без него Пойти Чапи Здесь Один Чапи Опасно Он Везет Себе Бэф Чапи Заметили Чапи Получается Писуру Получается Тиктор Получается Танат Своя Нарь Релокейт Нет Эхаслам Есть ФН Против Санейка Санейка Можно убивать Хороший Хукшот Гераул ФН Практически Без маны ФН Пытается Отсюда Просто Уйти Но за ним Погонят До конца Ребята Остается ФН На один Удар Надо Шрай Надо Жить ФН Надо Улетать На лоу Граунд Хорошая Афисура Успеет ли ФН Успевает Уйти Телепорт Есть Но его Глимсует Лететь На лоу Граунд Уставятся Идеальные Коги И ФН Даже Не смог Задынаиться Вот так Вот получилось Минус 2 Основных героя Команды Эмпайр Нави Уже По золоту Немного Доведут Да Если б Нави Могли Они Пошли бы Сейчас В Рошпит И забрали бы Аегис Но Штормспирит Уже На карте И Чаппин На Манки Кинге Вот-вот Появится Ну и плюс ГДС Закончился Без ГДС Будут долго Рошана Запирать Поэтому Очень это Рискованно Собирается Следующим артефактом Дэнти Покупать Линкин Сферу По-прежнему Это не Блэкинг Бар Берет Талант На Атак Рэндж Лина Слушай А Нави Тоже Неплохо Фармит Мы Видим То что На первую Слышку Дэнти И Свен И Лина Фармят Замечательно Особенно Свена Свена Кристалис Дальше Кираса Ну вот Манки Кинг С этим БФ Посмотрим Посмотрим Как это будет В итоге Показывать себя Пока непонятно Все равно Зашли на Рошана Нави Близко Генерал Есть хукшот Верим в генерал Что он в принципе Может ворваться Генерал 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 Манки Кинг Ультимейт Генерал убирает Позицию Поудобнее Тут ванскор Есть палка Нужно забрать Аэгис Генерал решил Не врываться Аэгис Забирает ФН Врыв Тэм Роджер Погибает сам ФН Пойдет ли куда-то дальше Пошел бы Да ничего не видно Дэнди Забирает Т-3 вышку В боте Ну не забирает По крайней мере Пытается это сделать Надо кому-то Отогнать сейчас Даню Не позволить ему Это сделать Нави вынуждены Отступить немножечко Кристалайз Опасный момент Запорсит сейчас Мипошка Блэкинг Бар Или даже может быть Убьют Кристалайза Ой как это будет плохо Если его убьют Он нажимает БКБ Отстанивается Но не факт что уйдет С этих шторм Хороший есть От Санэйка По факту Сван мог бы и развернуться И пойти убивать Здесь всех Ванскор погибает Мипошка отходит Гостик делает Телепорт Понимает что Лучшего отменить самому Потому что все равно Собьют Врывается ФН На контратаку Санэйка получает Гель получает Солар Крест И погибает Дэнди Уже здесь Шадоу Блэйди ФН улетает на лоу граунд Мипошка на лоу хп Стоит в позиции Если какой-то детекшен Дэнди Дэнди заметили Дэнди Дасты Дэнди просветили Будет вырваться Мипошка Мипошка не будет Мипошка лучше отсюда уйти А то можно и погибнуть Роджер подходит С Хослэмом Очень опасный момент Роджер Роджер Врыв Хослэм по двое Тотем по двое Лагона Блэйд есть Наверное Мансера Стан Наверное Мансера Выбили также Айгисов за Иммортал Где Манки Хинг Манки Хинг идет Но он возможно не успеет Коги Тотем ФН Блэкинбар Попытка улететь ФН лететь Телепорт И ФН Улетает на базу Кристаллайз почти Успел ему нанести удар Еще бы доля секунды И если бы это выпал бы крит То Кто-нибудь бы погиб Прям в Блэкинбаре Но Роджер отлично Вышел со своим Хослэмом Круто задизаблил Попал по двоим Позволил тиммейтам Подойти Вот за это мы и любим Шейкера Ух Пока БФ на Манки Кинге Честно говоря Слабо смотрится Согласись Дефуз плюс БКБ Мне кажется Намного лучше были бы Пока пока да Импакта от БФа нет Ну может то что Манки Кинг хорошо фармит Быстренько фармит И пачка крипов И лесных Но посмотрим В принципе В ультимейте В теории может быть Это полезно Через минут 15 Думаю точно можно сказать Поскольку это Вообще Хорошо или плохо Насколько это было оправдано Да Потому что Мы же не знаем Как может повернуться ситуация В принципе Если Эмпайр Хотят просто побольше Пофармить У них может это получиться Потому что Герои у них Для Лейта хорошие Да и вроде бы Даже сейчас Они могут драться Если нами будут Как-то неосторожно заходить Имперцы могут давать сдачу Генерал следующим Слотом хочет Купить себе Еул Будет Стараться выживать Как можно дольше Что там у Ванскор Ванскор собирается Покупать Меку Вообще неплохо бы посмотреть Какие артефакты Появились у игроков За последнее время Дэнди собирается Делать Хекс Роджер Хочет Еул Санейка пока Никаких артефактов Не имеет хороших Но остальные вещи Мы вроде бы Как видели У Мепошки Тоже Юл Кажется Да нет Фурста все-таки Решил делать Гостик с Элибардой Следующим слотом Хочет БКБ Ванскор сначала Надо сфармить Меку Потом посмотрим А у Эфена Появляется Сайланс Влетает он на Дэнди У него есть Оркет А БКБшки то тут нет И проблемки У Дэнди Поймали его Да Дэнди погиб Вот тебе и на Немножко загулял здесь Это пополняет себя снова Заряд в Бладстоун У Дэнди лишь 5 Мне кажется Надо подраться сейчас Эмпайр в 8 Ой да Стик Штормс На Кингу нужна помощь Очень много скиллов потратили Может быть уйдет Нет Андерстрайк все-таки работает Сейчас Нави потратили Огромное количество скиллов И имперцы В принципе могли бы Здесь навязать бой Без своего мидера Нави не настолько сильны С Веном Можно попытаться как-то раскайтить Но бояться это делать Эмпайр Решили просто толкать мид Тем более туда на горочку Заходить не хочется По крайней мере Без моку это делать Не рекомендуется Манкикинг после БФ Делает Блэкинг Бар Да И кстати Фармить он начал Действительно Серьезней Он казалось бы Совершенно недавно БФ купил А тут у него и Огрклап И уже почти на Митрилхаммер Хватает денег Собирает он Баунти руны Фармит лесных крипов Собирает денежку Как может На карте Санейка хочет себе Купить Глимеркейп Чтобы Штормспирит Его не убивал Потому что Если Штормспирит На него влетит Соркидом То у Санейка Шансов просто Никаких нет Ну если только Ему тиммейты Не помог Каким-то образом Не знаю Каким Когда ФМ нажмет в БКБ Нажмет в БКБ Он Не будет получать Дизейбл Не будет получать Станы Уж с Дизраптором То наверное Он разобраться сможет Опять У нас затишье На карте Третье решающее Все-таки Никто не хочет Допускать ошибку Никто не хочет Заходить В невыгодную Для себя позицию ФМ ждет Ждет Телепорта Дэнди Просветили ракеткой ФМ уходит Можно просто Пофармить линию 23-16 Очень напряженная Карта Преимущество у Нави Минимальное Лишь 2000 Тут прям реально Один момент Может все изменить Манки Кинг Практически с Блэкин Баром Берет себе Виномастер Талант на урон Теперь все Намного Интереснее И Манки Кинг Да скоро Талант на урон Возьмет Вот в чем соль С 20 уровнями Эмпайр могут пойти Попытаться повоевать Гостик телепортируется В топ Начинает заставлять Все вардами И Нави держится Далеко от вышки Не боятся Посмотрим Что видит Нави Вообще на карте Нави на карте Видит Неплохо Вот этот вард У них достаточно полезный Он видит Любые перемещения В этой области Кто идет фармить бот Кто заходит фармить лес Но там Виномастер Гем купил Кому он его отдал Я пока не вижу Шторм спирит И с гемом Этот вард Легко можно задевардить Скажем так Да И после этого Нави не будут Не видеть вообще ничего Что видит Эмпайр 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 видит часть своего леса Тоже в общем-то Не шибко много Именно вот этим Кстати обуславливается Крайне осторожная игра команд Если бы варды стояли Где-то в этой области Я думаю У имперцев были бы Развязаны руки Они могли бы Какие-то релокейты делать Какие-то пиков Осуществлять Может быть смолки А так они боятся Куда-либо выходить И не знают Где могут встретить Своего соперника И в каком количестве Тут дезраптор В невидимости Сделать ребята Появляется в марке Хинга наконец-таки БКБ Поглядим Чтобы дальше себе Чапи фармить Можно драться Смоук есть Да и талант Чапи взял Вот только на 40 урона Поэтому прям Самый идеальный момент Чтобы пойти Отпушек только бот А Эгиса нет Слишком палим Да там слишком много криков Вышел Санэка Поставил вард Разумеется Спалился Ну рисковал конечно И риски неоправдан был Сейчас должны все здесь Сады вардить Можно еще одну пачечку Толкнуть Но тогда надо уже Наверное кому-то в топе Приниматься за работу Потому что там Крипы подходят Нет Смоук все-таки Втроем нажали Эмпайр Постарались сделать его Менее каким-то Очевидным Отпушивать Чапи Крипов палкой Сбрасывается Смоук И Видел это кто-то Нет-нет Это Это гостик Помигал Ну в общем-то Чапи может и по деревьям Прыгать Ему Смоук Не обязательно На себе держать Ловко он Профармливает С бфом Крипчиков Ну же Должна быть Какая-то драка Сейчас Заканчивается Правда Смоук И имперцы Не захотят Идти в эту область Ничего совершенно Не видно Все темным-темно Кто здесь находится Много их Непонятно В свою очередь Нави Что у них Со смоками У них есть еще один Смок у Санейка Что там по Рошану Рошан может скоро Заспауниться Посмотрим На тайминг Респауна Рошана Так Две Максимально Максимально Рошан Все 11 минут Будет он Респаун Ну будем ждать Тогда Рошана В общем игроки-то Об этом не знают Но особо как мы видим Команды не спешат Как-то идти Прям в драки Мне кажется Эмпайр могли Победить На этой Ну тут как бы До сих пор непонятно Кто выиграет И в этом-то В общем-то Проблема Эмпайр Потому что Они настолько сильно Побили Кристалайза Что Можно было не дать Ему камбэкнуть в игру Играть немножечко Агрессивней Вот Но Эмпайр Этот момент упустили И сейчас любая ошибка Как с их стороны Так и со стороны Нави Может привести К тому Что эта игра Закончила Ох, как нагло действует Санейка Получает палку Под соляр И умирает Моментально Релокейт делает В топ ФН вместе С ФН полетел Тут уже никого нет Возможно Все равно Даже Нави Будут драться Без Дезраптера А им не за что Здесь драться За что им драться За Хорошие принципы За дружбу За любовь За что им тут драться Рошана нет Драться не за что Вышек нет Рошана нет Соперник их не пушит Зачем драться Отойдем попармим Собственно Что и делали Нави На протяжении 27 минут Как и импайр Или бедного Дезраптера Не более того Фраг который Не значит Ничего Совершенно Смолк только Дезраптер Кажется потратил Вот это Важный момент Потому что Смолки подходят К концу сейчас И если Смолков нет То На следующего Рошана Может быть Проблемно Выходить Там Гостик заспамится Вардами Если ты не сможешь Незаметно Мимо этих вардов Пройти То имперсы займут Хорошую позицию И не дадут тебе Ворваться Как следует Смолков я По крайней мере Ни у кого не вижу Ни у импайр Ни у нави К сожалению Посмотреть в магазине Наличие смолков Мы не можем сейчас Вот их просто есть Раньше их количество Отображалось Да сейчас Не посмотреть Ни книжки Ни варды Это до сих пор Не сделали Вот с момента С момента патча В общем после Бостер Мейджа 7-0-0 Да Там как Там как магазин Этот меняли Постоянно Его в конце концов Вернули К его Прежнему состоянию Но вот эту вот Тему не вернули Вот эту фишку Сейчас Мюпошка очень круто Спалил Смотри Так тут еще и готов От атаку Ребята Санкинг Брыжок Есть Попытка убить Моментально Свена Свен пока живет Нажимает Эфм Блокенбар Очень много Эфм Выдал урона Посмотрим Но этого не хватило Погибает Дэнди Дэнди без байба Порывается Эфм дальше Но Эфм Уже нет маны Чапи Блокенбаром Попрыгал Тут побегал Но Кроме ультимейта Больше импакта Не дал Но в целом Получилось очень круто Учитывая что Тайминги Рошана Говорит что Скоро он появится Через 10 секунд Это прям шанс Для имперцев Забрать легчайший сыр Да И Аегис Да И Аегис и сыр Очень нужны Команде Эмпайр Потому что Шторм Спирит При наличии Бессмертия Или хотя бы Сыра Я не знаю Что там Эмпайр Мода Возможно И то и то Будет Очень опасен Скоро он еще Ишиву себе Сможет приобрести Да Спавнится Рошан Клокверк Не пытается Там как-то Сыграть Как-то Ворваться С хука Своровать Девайсы Которые С Рошана Падают И имперса Спокойненько Этого Рошана Сверху Интересную позицию Конечно Тут Мепошка Занял Вард Хороший Поставил Вот смотри Только Эмпайр Дорвались До вражеской Территории Как сразу же Все про вардили И у них Сразу же Все стало Круто То есть Мепошка Практически Драку выиграла В том моменте Тут позиция Где-то Он на варде Все видел Он развил Смолку Он ждал Он понимал Что противника Все равно не найдет Если клок Не кинет ракетку Это было конечно Очень грамотно Но и вот Санека Да Понял что к чему И вард Здесь разрушил ФН 14 зарядов Бладстоуне Скоро будет И Блаторм После оркита Шива Аегис Уровень 23 Ну и ФН Это кажется Очень хорош 826 В целом Показывает крутую доту Да, ФН в принципе Играет очень стабильно Это и делает его Хорошим игроком Крайне хорошим Попытка была На него напасть Есть кукшот Ванскор Сможет ли уйти Нет, вагон обоих Не по шансам Убивает бедного Веспа Возможно драка Только начинается Тут рядом Чаки У Чаки очень приятная руна Это руна ДД Дэнди Пока живет ФН стоит практически без маны Манкикинг Дет ультимейт Нави просто отходит прочь Дэнди Немножко зашел Снова ультимейт Манкикинг Нужно уйти назад Под глимер кейпом И в целом круто Для нави Убили героя Разбили нас в способности И в общем-то Особо ничего не потеряли А Фран Блэкинг Бар Решил использовать Аегиса давать как-то не хочется И все равно после Аегиса Блэкинг Бар придется нажимать Поэтому Лучше так Ты еще можешь Не успеть этот Блэкинг Бар Наверное нажать Зараспаунишься Тебя оттолкнет когами И Ну или там Что-нибудь в этом духе Ну короче Да В любом случае БКБ скорее всего Придется нажать Аегис не потерять Попытается ли что-то сделать нави БКБшка в кулдауне Шторм Спирит Это дает им Возможность Сломать вышку в центре У Дэнзи дополнительный рейндж Атаки На 20 уровне Был вкачан Поэтому он спокойненько Эту вышку разрывает И врывается ФН сейчас в лину Свен Кастует ультимейт Раскастовывается здесь Гостик Но успели повесить Элибарду Это может быть Ключевым моментом здесь Сотик Шторм провальный Закрывает продвиж Спа Врывается оружие Отличный Эхослэм По двоим Убивает и спа Очень больно И ФН ФН прилетел вперед Эписатор Кристаллайз пока живет У Кристаллайз и стан Начинает Кристаллайз Бить на развороте Бьет очень больно Крит вылетает В 1053 Гем пока никто не подбирает Появляется ФН С ФН успел Ажи Блокенбарш Попытается здесь убить Всех один Рядом Чапи Чапи нужно как-то помогать Палка скоро появится И надо ФН уходить назад Но ФН с Бельюлом Будет ли стан по таймингу Роджер Тотемом не попадает Но ФН все равно без мана ФН получает стан от Лины И это Минус И ФН Суммарно Убили Нави Пятерых игроков Еще и выбили АЕ И Сир еще заставили нажать Чапи Более того Я тебе так скажу Придется выкупаться Чтобы задефать эту линию Без ультимейта Манки Кинг оказывается Не такой уж и сильный Кристаллайзу и Алибарду Успели повесить Он какое-то время не бил Причем не бил в Блэк Кинг Баре Но все равно Нави умудрились Этот файт выиграть Выкупается Гостик У него нет 25 уровня Т3 вышку разрушили Гельми и Майб Роджер Его подкопали Дэнди нужна какая-то помощь Все-таки Но Роджер попытку лететь Очень много магического урона Да, там Сеншторм один был Который давал о себе знать С талантом на дополнительный ДПС Мипошка играет Поэтому да, Сенштормом Он бьет очень-очень больно Сто единиц в секунду При условии, что Сеншторм работает 50 секунд То есть, если ты простоишь Вот вдумайся, вдумайся Если ты простоишь в Сеншторме все время Ты получишь 5000 урона Ну это как-то слишком даже много, да? Ну, не, ну это теория, да? На практике это невозможно Не, ну ты ж не будешь 50 секунд стоять в Сеншторме, правильно? Ну, чисто технически Сеншторм это Ну, я не знаю Можно сказать, что это, наверное, самый такой ДПС-ящий Ну, не ДПС-ящий А, правильнее будет сказать Скилл, который обладает самым большим уроном Ну, вот батарейки, да, тоже нормальный урон имеет Батарейки нормальные? Ну, если не брать в расчет такие скиллы Как, например, там Я не знаю Палка Манки Кинга с шестью рапирами Да, а как-то более Реально подходить Ну, или там Я не знаю Какие-то другие способности У тебя палка Манки Кинга, наверное Ну, ладно В общем Оставим Оставим это Да, Сеншторм Сенкинга Бьет жестко Тут, наверное, неправильный пример С шестью рапирами И палкой Манки Кинга Нападают на мисталайзен Но он успевает Ну, эра, уже Провальный ахерслэм выдал Хотя присылает, очень больно бьет Отличный релак Этот ванскор в последний момент У тиммейт от Манки Кинга Очень больно Свену, Свену можно убить Свену убивать Проблемы генерала Он также отправляется в таверну Разменивается на Чапи Денди уходит в невидимость Детекшн на него не оказалось Но тут ванскор зарешал Если бы не ванскор ФН бы, скорее всего, погиб Без ФНа было бы трудно ФН до сих пор под дабл дамаж Ну и, конечно, Роджер Ошибся с ахерслэмом Дал его в молоко Отходят на перце Скорее всего, да Ну, других вариантов нет В основном, я уже до конца не увидел Скорее всего Бладторн появляется И Шторм Спирита Ну, что? Будет Эмпайр что-то делать? Они забрали с вами Ну, Манки Кинга, видишь, нет Без Манки Кинга идти не хотят, видимо Хотя, вроде как, и без Манки Кинга Можно вполне за счет одного лишь Шторм Спирита Которого огромное количество Манки Кингу, мне кажется, немножко брони не хватает У него вроде 14 единиц есть И когда он кастует ульту Он получает еще целых 20 единиц Но все равно его как-то быстро пробивают ФН в итоге не умирает от прокаста Лины Пытается забрать сейчас Денди У Денди есть Бладстон Но неуязвимости к магии нет совершенно никакой Он просто кастует Драгон Слейф и уходит У ФНа мана кончилась Будет у него чуть побольше маны Наверное, можно было бы за Денди пуститься в погоню И убить его в анскор получает Кукшот и умирает Ну, как-то неудачно получилось Денди довольно-таки плотный И ХП очень много, и брони хватает за счет Шивы И Шторм Спирит уже в соло Так вот убивать быстро Лину не может Дальше будут покупать себе ФН Хекс По сути, последним слотом Не считая, разумеется, ПТ, который заменится на Травела Ну и будем ждать Рошана Через минуту мы узнаем, когда он конкретно появится Санейка ставит себе Фьюгбай Аганим Но уже в лейте, да, нужно выходить Такой вот артефакт Такой серьезный Который может переворачивать Драки Ну и Нави немножко вышли с своей базы Вышли с своей речки Идут в атаку В рейх от ФНа Санейка Глиммер Кейп И все в порядке Даже, возможно, мы увидим какую-то контратаку Есть в рейх Марки Кинг Дает ультимейт Ультимейт очень крутое Пошла балка по троим Убили Дезраптора моментально Правда, ФН или живой Но живой ФН ФН живет на 300 кп Роджер также погибает 2 в 0 размен Дэнди пытается убежать Кристаллайз, видимо, не уйдет Блокенбар даже не нажимал И уже не нажмет Дабл хилл для Чапи И минус 3 для команды Эмпайр И вроде как имперцы даже помигали Что, может быть, пойдемте по миду прогуляемся Посмотрим, так это будет на самом деле или нет Надо заставлять выкупаться Просто урон какое-то огромное количество Там 1300, по-моему, заряжает Какой-то ужас Да, с Вен есть байбэк У СВена есть Блокенбар У СВена есть все В общем-то, он ничего не нажал В этой драке, кроме стана, наверное, и Варкрая Поэтому его байбэк будет оправдан Если он выкупится, он сможет поубивать здесь Игроков Империи Денди понимает Что ему какое-то время надо посплитпушить Но делать это нужно очень осторожно Потому что у него нет БКБ Если тут кто-то придет Из игроков Империи То могут ему там либо сбить телепорт Либо вообще его убить Если там 2-3 игрока подконнектятся Не хочется выкупаться кристаллайзу Наверное, на такой минуте Можно и пожертвовать Одним лайном Но черт его знает Возможно, ждут Шейкера И Шейкером все-таки бут Сделан байбэк Хотя глифа нет Очень больно ФН Палка в ответ у Денди Барак практически пал Врывается ФН, нажимает Блокенбар И с суицидом Барак, ребята, забирает Можем уйти Да, решили все-таки байбэк С Вана не использовать Генерал Хукшот пытался попасть в Ванскора мимо Ванскор под Глеммер Кейпом Тизер И на релокейте ребята улетают Может быть, фишки Ванскор сделает Нажмет телепорт и попытается Посмотрим, получится ли у него Но он, наверное, даже пытаться не будет Да, просто А, Глеммер Кейп, окей Оп, тизер Оп, он тут в центре стоит Ванскор пытается убежать Но его убьют Но пытался, пытался Не получилось обмануть оппонента Жил до конца, умер как герой Ну, наверное Но если попытался телепорт нажать, то... Ну, там в какой-то момент сделали Айсфрук и Влаут Что это становится очень сложно реализовать Да, раньше это Так же было сложно, но вполне реально Появился Рошан Вот в чем прикол А Ванскора нет Нет еще 40 секунд Надо как-то развлекать имперцам новей Да ладно Без Ванскора можно справиться Врывается ФН Чапит этот ультимейт Залетает палка Палка не самая лучшая Вортекс просто на километр Свен отталкивает подальше Время выиграли Но использовали ультимейт Марки Хинга Его не будет чуть больше минуты Дэнди Есть глим Зацепили Веномастера Он уже мает Блэкенбар Мы видим тут еще и Микошку Заметила иллюзия генерала Отправляет Наверное прочь его Микошку я имею ввиду Конечно Ну и все Кончается ГДС Да Кончается ГДС И Нави понимает Что Рошана Забирать без ГДС Они будут очень долго Это лучше отойти Лучше подождать Более удачного момента Просто все в вардах Рядом с Рошпитом Что там с гемом Гем есть у Сенткинга Надо это девардить Но такие варды конечно Они никакого импакта Практически не дают То есть он тривиальный Если Эмпайр пойдут Забирать Рошана То я думаю Что Сенткинг Обязательно эту точку проверит У него есть Блинк У него есть Форс Став У него есть Борол Страйк Он туда залетит Вард быстренько снимет И обратно там На каком-то другом артефакте Или на Борол Страйке Может улететь Дэнди 25 уровень С Аркейн Руны Толкает бот Есть у него Денежки на Блот Торн Он его покупает Он уже его купил Да Он уже купил Да еще и сколько денег В запасе есть Меньше 1000 Преимущества у команды Нави Это 51 минута игры Вот эта игра Реально последняя Крешающая карта Достойная финала Скажем так Рожа в невидимости Бежит Ищет момент Где можно было бы Кого-то подцепить Или убить Гостик Расставляет варда Сюда заход генерал Рошана на халяву Забрать не получится Решили Может быть Нави Кого-то убить И уже после этого Уйти на Рошана Было бы круто Даже если это будет Ванскор Было бы очень круто Его убить Сканом Имперцы только что Просветили Игроков нави Там попал Под этот скан Генерал В смоке сейчас Игроки Украинской организации Ну могут попробовать Конечно Они тут подраться Если неожиданно Для имперцев Нападут Смогут Кого-то быстро Очень забрать Как там у Санейка Дела с деньгами У Санейка Денег пока Не шибко много Талант у него Взят на гпм Но 60 золота В минуту Это конечно Очень мало С учетом того Как часто Санейка умирает Ему Вешают Солар крест Использует Баундласс страйк Чапи И Санейка Уже разваливается На куски Так что Вармитон Сраганим не скоро Снова на Рошана Смостился гостик Поставил свой вард Может быть Сейчас все-таки Имперцы попытаются Сами пойти в атаку Смотрим Что со смоуками Смоуков я не вижу Если в атаку И пойдут То пойдут по вардам И нави будут готовы К этому Ну все-таки Есть гем Можно нормально Так подэвардить Непошек этим занимается Один вардик Разрушил Ну и так Понемногу Идут Имперцы На центр Здесь особо делать нечего На центре Там один барак Стоит Его разрушает Смыслонет Решили просто Разрушить шрайн Да Если какие-то байбеки Будут в случае чего На шрайн прилететь не получится Момент достаточно важный Дабл дамедж В боте Это может серьезно сказаться Кто же заберет Лина Лина забирает дабл дамедж Что там с Рошаном Но Рошану уже забрали Они не успевают Поздно Вот он Аегис А сыр Может быть конечно Все равно пойдет драться Дэнди вроде как В Шидоу Блэйде И может Мепошку пытаться засыпить Но Мепошка далеко Имперцы уже отходят назад Хотя здесь Гостик есть Но тут такое Непонятно вообще Есть ли смысл нападать Там рядом и Чапи Там рядом и Вис Всегда с Релокейтом Который может кого-то привезти И просто имперцы Отошли назад В общем как и Нави Прям в атаку не пошли Дэнди начинает бить шрайн Ой как много урона Дэнди за счет посевочки Бьет очень быстро Секунды Секунды избавил Саша Райана У Манки Кинга В принципе еще есть слоты Можно купить Травала Можно купить Маншард Можно вместо Сабли Что-то затарить Такое солидное Кстати давай-ка посмотрим Какие артефакты есть У игроков команды Эмпайра У игроков команды Нави Вот Кираса нет Наверное Кираса На Манки Кинге Неплохо бы смотрелась Согласись У Лины огромный физический урон У Свена огромный физический урон Плюс у Свена есть Кираса Надо нивелировать действия его Кираса Его минус армора ФН полетел просто вперед Хекс на Дизраптору Успел каким-то образом Сжать Гост На самом деле это что-то незаконное Мепошка в рейх Подкоп И все-таки Санэйка Санэйка убили Санэйка Есть байбок Просто все в Санэйках дали Что можно ФН решил не рисковать И нажать Блокенбар Ну и нужно имперцам Отойти назад Да если быстро убили Дизраптора С помощью как раз таки Хекса и ударов То могли бы развязать Намного круче драку Но Санэйка успел нажать Гост И выиграл драка Санные секунды Для себя и своей команды Таки потери минимальная Ну и плюс ФНу пришлось Чуть дальше задавить Прожать еще и БКБ Если бы ФН не потерял ресурсов Вообще в этой драке То Импери бы стали бы 100% заходить на хайграунд В такой ситуации Можно шрайн в боте разломать Никак не могут имперцы До него добраться На самом-то деле Веномансеру достаточно 5-6 вардов поставят Они разберутся с этим шрайном Вообще без каких-либо проблем Даже без участия героев империи Вот этим как раз сейчас И занимается команда Empire Здесь рядом Гостик Здесь рядом Чапин Чапин просто руками начинает Месить шрайн Разрушает его в боте Т2-вышка Очень поступательная Осторожно действуют Игроки обеих коллективов Обоих коллективов Прошу прощения Обеих команд Каждый боится совершить ошибку Каждый боится Покупает Дэнди Гем Скорее всего для тиммейтов Да, взял его Роджер Сиде в элементарь Да, тут В общем, как и нави Сейчас могут Одержать победу в драке И игра перенется Так, в общем-то Имперцы могут сейчас Задавить и Просто стебазу За 2 минуты А может даже и меньше По времени Но пока Пока есть фактор Аегиса За счет этого Имперцы могут давить Но тем не менее Как-то Совсем неохотно Действует Эмпайр Они не хотят лезть Не хотят заходить Не хотят даже Пытаться что-то сделать Хоть у них и Виномансер С очень крутыми вардами Там лоту сорбов Пока никаких нет Как я понимаю Дизраптор За Хекс Блад Торн Просто будет уничтожен Если ФН нажмет БКБ Ворвется туда Понятное дело Что одному туда Врываться нельзя Надо, чтобы как-то Команда его поддержала И часть удара Приняла на себя Но тем не менее Мне кажется Что с Аегисом Можно было бы попробовать ФН уже один раз Влетел красиво Убил Дизраптора Если это сделать Прямо на хайграунде У Нави То можно либо заставить Дизраптора выкупиться Если у него есть Байбэк А байбэк у него Да, есть Ну, либо Играть уже 4х5 Минерал Не совсем понятно Фукшот Окей Полетел теперь ФН Выбирает такую вот Позицию в лесах Его видят? Это видят? Нет Иго-го-го-го Сейчас на рейсс Ну, назад же Ну, мог бы конечно Неожиданно ворваться Прям ниоткуда Тем не менее Время есть Еще минуты До исчезновения Аегиса Врут на Дэнди Дэнди сбили ФН Было опасно Тут Дэнди чуть не убили Глимс Назад ФН И ФН подлинер Кейпом Все в порядке Снова заход на хайграунд Бояться Нави Да и имперцы Очень аккуратно Действовать Через одного ФНа. Виск рядом с релокейтом всегда будет готов помочь. Да, Ванскор должен успеть. Но часики тикают. Ещё 35 секунд, а Эггис исчезнет. Либо заходить сейчас, либо уже тогда вообще не заходить. И, видимо, пока второй вариант работает. Отходят имперцы, да, говорят. Всё, надо лететь на топ, надо уходить отсюда. Релокейт. Кстати, релокейт. Нави могут воспользоваться этим моментом и пойти, смотри. Напасть бы сейчас, попытаться. Окей, выходит Дэнди, выходит Генерал. Что-то там по таймингам. Есть в рейв. Всё-таки успевает вернуться Штарм сперед. Неплохой тиммейт от Чапи. Очень больно. Дезераптор его убивает. Он ничего не нажал ни одной кнопки. Выкупает Дезераптор. Проблемы у Дэнди. Дэнди пытается жить. Отлично. Хаслэм от Шейкера. Убивает Штарм сперед. Убивает Веномастера. Выпадает Эггис у Штармана. За таймить. Есть тайминг по статик Шторму. И ФН должен здесь погибнуть. ФН погибает. Его не будет 50 секунд. Глинцует назад Манки Кинга. Только сейчас он использует Блэкинг Бар. И отпрыгивает куда подальше. Вместе с Мипошкой. Но, конечно же, байбэк. Без него было бы трудно. Без него было бы нереально. Потому что только благодаря статик Шторму. По Шторм Спириту, у которого не было Блэкинг Бара. Ох, как же промазал палкой здесь Манки Кинг. Это, может быть, ничего не значит. Потому что Роджер... Гвоз нажимает. Дает фиссуру. Но... Хотя Блинкаут. Форстаф. И до свидания. Хотя, может, Санки Кинг пойдет? Нет. Не пойдет. А могли убить. Могли убить Роджера. Потому что... Палкой надо было бы попадать в такой ситуации. Там она очень много наносит урона. Взять талант на дополнительный урон Забаундл Страйка. У Манки Кинга. Да, ну дела. Еще у нас дисконнектуется... Ну, это Чапи. У Чапи всегда проблемы с интернетом. Поэтому ничего страшного. Через минуту он уже должен вернуться. Да, почти час игры позади. На часах по Москве уже 2.14. Да, несмотря на это, у нас на стриме много людей. 50 тысяч человек. Всем привет, ребят. Всем здорово. Отличная Дота. СНГ Дота. Мы смотрим ее всем вместе. Никто не уходит спать. Хорошо, что не Best of Five. Иначе было бы намного труднее. Опять же, и Na'Vi. И зрителям. Зато можно было бы завтра в школу прийти в футболки Na'Vi, например. Или в футболки Empire. Да, там уже как пойдет. Главное, футболки команды, которая победит. Да, и как-то не хватает этого уже зрителя, который что-то пишет. И FN ему отвечает. Аж скучно стало. Не хватает этих моментов. Конфликт это весело. Это интересно. Так в итоге, финал Дремлиги будет завтра сыгран? Ну, не сегодня же. Ну, по-моему, да. По-моему, команды, то ли комбита, то ли команчи, я не помню, кто играл в полуфинале. Они сказали, ладно, можно перенести. И завтра финал Дремлиги должен быть в 8 вечера по Москве. Не знаю, будем ли мы его комментировать. У нас, скорее всего, просто не будет времени. Хотя можно ворваться. У нас не будет свободных каналов, наверное, даже, чтобы его комментировать. Да, у нас ни каналов, ни комментаторов. Но в теории мы можем как-то ворваться. Посмотрим, посмотрим. Хотелось бы. Все-таки это финал и там Na'Vi. И там либо командчик Гамбиты. Хотя по квалификации такого-то расписания, это, конечно, просто жесть какая-то. Когда ты открываешь ESL Гамбург, там 4 параллельных игры. На каждом регионе идет. Это просто жесть. Реконектнулся Чапи. Можем продолжать. Да, да. Пора, пора бы уже. Тем более, что игра уже все-таки близка к развязке. Тут одна ошибка. Отсутствие байбека и все. На этом все может завершиться. Ну, Санейка, конечно, байбек сделал это круто, но денег нет. Денег нет вообще. Их просто ноль. Не догонима теперь. Как до луны пешком. Хекс появляется у Клока, а вот это уже круто. Наконец-таки генерал дофармил Хекс. Но благо и тот Сор. Он пока один, но у команды Эмпайр он есть. А у Шторма появляется Ленка. Так что его уже захексить так просто не удастся. Ван Скору передали сыр, чтобы он на оверчарджа через тизер смог захилить при необходимости. Он очень сильно восстанавливает ХП, если скушает этот сыр. И Ману. И Ману, конечно же, тоже. Что для Шторм Спирита достаточно важно. Главное, ван Скору как-то не замисплеить. Ну, в любом случае, у Шторма нет слотов свободных. Он для того, чтобы Ленку положить в свой инвентарь, вообще выкинул тапок. И под телепорт у него тоже нет слотов. Только в рюкзаке. Смок покупает Сенткинг. Вот есть один смок еще у имперцев. Сильвередж покупает Лина. Довольно-таки важное приобретение, скажем так. Вроде бы ничего особенного, но снижение урона. Очень сильно решает снижение урона с Сильвереджа, с Брейка. Если ткнуть в Шторма, например, он мало будет дэмэджа наносить. Своими атаками в Манке Кинга тоже можно ткнуть. Короче, кого-то точно надо этим Сильвереджем ткнуть в драке. И у Найби будет достаточно серьезное преимущество. Свен серьезно там запаковался. Блинг, БКБ, Кераса, Сатаник, Блатторн. Нет еще Мунш... А, Муншарт есть, прошу прощения. Муншарт есть. И дальше там только Травала, которая увеличивает его мобильность. Взял он талант на 65 единиц урона. Зеленого урона. Что важно понимать. Дабл дэмэдж заспавнился в боте. Генерал этот дабл дэмэдж видит. Ну, позовет, наверное, кого-то из тиммейтов. Дэнди, скорее всего, его заберет. А тут Мепошка не успевает среагировать. Придется 30 секунд еще побегать. Импайр. Потому что нападать на Дэнди, у которого дабл дэмэдж, никакого желания у них наверняка нет. Да, продолжается у нас игра, друзья. Команда по-прежнему боятся оступиться. По-прежнему боятся сделать ошибку. Но вот он смолк, смотри. Все-таки Na'Vi решили, что пора действовать. Правда, они вот идут под такую траекторию, что они никого не найдут. Здесь пусто. Имперцев совершенно другой части. Пока. Может быть, все-таки посместится. Какой-то мепошку условно. Ну, Ванскор, кстати, нарисовал стрелочку на миникарте. То есть он предположил, куда пойдет враг. В смолке или не в смолке. Не знаю, понимают ли импайр, что сейчас происходит. Но судя по тому, какую они позицию занимают, они прекрасно понимают, что происходит. И у них-то смолк еще остался. Сент-Кинг свой смолк никуда не потратил. Его можно нажать и попытаться выйти на Na'Vi. Да, вот уже увидели имперцы своего соперника на вардах, которые были поставлены буквально недавно одним из саппортов. Мы, к сожалению, не знаем, кем. Посмотреть. Na'Vi все это дело девардят. В боте, кстати, упала Т-3 вышка. Но это не критично, потому что Т-3 вышки уже упали у команд достаточно давно. И шрайны разрушены тоже достаточно давно. Санейко все пытается выформить свой аганим. Ему очень тяжело это сделать. Он выкупался. Недавно Рошан появился. Какой же Рошан? Я уже, честно говоря, сбился со счета. Сыр, по-моему, есть диван скоро. Варды поставил сейчас Санейко. По-моему, спалился. Рошан падает довольно-таки быстро даже от одного Дэнди. Нужно сюда смещаться. И, в общем-то, имперцы близками. Мипошка выбирает позицию. Времени мало. Нужно врываться прямо сейчас. Стоит совсем немножко времени. И как тут прям будто не ожидали. Мпед придут вот так вот на визу. Брут Рошана за 10 секунд. Гель по Дэнди попадает. Есть релокейт. Ставит Шторм. Ставится. Ай-яй-яй-яй. Немного не хватило спилит Дэнди. Дэнди очень больно. Дэнди сейчас может Айгис секунды потерять. Свен против Манки Кинга. Манки Кингу больно. Свен пока стоит воюет неплохо. Сюда приходит Эпен. Уже как-то не очень-то Свену и приятно. Космем весь от Роджера. Но все равно погибает Свен. Роджер также должен погибнуть. Это уже минус 4. Падает также и Дэнди. И надо его контролировать еще. Дэнди пытается уйти. Подков. Сбили линкен сферу. Дэнди на развороте. Получает палку. Сам стандарт не смог. Драгон слейв. И Эпен делает ультра килл. Команда Эмпайра делает минус 5. Выбивает Айгис. И идет разводить Нави на байбеке. Да и побольше. Одного мало. Явно. Да и двух может не хватить. Второй пошел. Может быть пойдет еще и третий. Посмотрим. Ну Дэнди точно придется выкупиться. Потому что Свен без ультимейта мало что может сделать. Конкретно в этой ситуации. Вот как раз Кристаллайз может свой байбек сохранить. Потому что он без ГДС не такой уж-то и сильный боец. Хотя кстати с такими слотами наверное я мог бы забрать свои слова обратно. Но тем не менее Кристаллайз пока что не выкупается. Имперации пока сами давить не хотят. Заходят очень осторожно. Манки Кинга за форстафели. Через Хекс пытаются забрать. Дэнди опасно. Дэнди будут на Хекс. Если Дэнди убьют. Возможно это будет просто конец. Дэнди очень больно. Эфен идет дальше. Дэнди живет. Осталось 170 хп после Блаторна. Было опасно. Ванскор сейчас вернется на релокейте. Нужно куда-то тизериться. Ванскор. Татен. Он есть и Ванскор отправляется отдыхать. Ну похоже что Эмпайр только что выиграли драку. И по обжектикам поработать не смогли. У Эфена будут ли проблемы? Стан. Лагуна. Вот она под Блаторном. Очень больно. Здесь Шторм спирит. И он умирает. Дэнди рискует из байбека пролетать в топ. Убивая Эфена. Ну вот так вот. По другому игру не выиграть. Нужно действовать рискованно. Дэнди рискнул и смог убить. Выиграть полминуты. Теперь надо имперцев. Правда все равно на Виере сделали байбеки. Если еще раз на Виере так ошибутся. То все. Теперь надо имперцев на эти байбеки разводить. Правда там так быстро распаунится Шторм. И вот-вот уже появится Манки Кинг. Нужно как можно скорее добраться до Бараков. И либо их разрушить. Я не знаю. Либо заставить кого-то выкупиться и отступить. Смогут ли это сделать Нави мы не знаем. В любом случае они очень сильно рискуют. Потому что оказавшись здесь на хайграунде. Рядом с базой империи. Они могут проиграть драку. Если погибнет Шейкер. Если погибнет Лина. То эта игра может закончиться. И Нави решили что они не пойдут вообще никуда. И просто будут ждать свои байбеки судя по всему. Но зато имперцы. Имперцы могут действовать как раз таки. Времени много. И идти сейчас самим давить. 5 на 5 мы видим что имперцы сильны. У них руки как раз развязаны. Только нет смоука у импайра. Без смоука выходить тяжеловато. Куда-либо. Вот это самая главная проблема таких супер лайт игр. Наличие смоуков. Если их нет. То тебе действовать тяжело. Тебе тяжело перемещаться в пятером. Быть незамеченным. Но смоук оказывается. Все таки у кого-то из имперцев. Прям на базе его имперцы прожимают. Наверное это неправильно. Они далеко в этом смоуке не дойдут никуда. Нави понимают что есть вероятность того что имперцы будут пытаться на них нападать. И они занимают позицию на базе. А имперцы смоук наверное надо было прожимать. Сломав вот эту пачку крипов. Нажимать смоук. Ну можно было бы попробовать зайти через мид. Вот таким вот образом. Прям как-то задавить резко. Поубивать игроков нави. Так как у них смоук еще. Действует конечно какое-то время. Дизраптор покупает смоук. Будет ли какая-то ответная смоук атака. Или побояться. Я думаю что ребята будут сидеть на базе. Выходить не будут. Ну либо как-то вот так вот эти задачки. По маршруту за спину. Я не знаю. Если они будут сидеть на базе. В любом случае имперцы будут нападать на них. А нави неплохо бы напасть первым. Самим. И возможно смоук есть смысл активировать. Реген в боте. Дабл дэмэдж в топе. Что с Рошаном? Рошан. Ну не. Не скорочек. Рошана еще. Только-ж только убивали Рошана. Выбивали Аегис по этому времени. Еще очень много до него. И бисп начинает очень сильные артефакты собирать. Он недавно получил 20 уровень. Ну так. Относительно недавно скажем так. И взял себе талант на 120 гпм. У него уже появился лотос орб. А биспом тут можно таких вещей накупить. Просто заглядение. Каких-нибудь еще форстафов. Купить алибарду. Дизармить свена. Дизармить лину. Это очень сильно будет решать. Потому что лина сейчас основной урон даже не скиллами своими наносит. Своими скиллами она просто себя разгоняет. Ну лагуна больно конечно. Вдарит. Стан это в принципе стан в данной ситуации. Лайстрайк и рей в первую очередь дизейбл чем какой-то дэмэдж. Но линии надо постоянно раскастовываться. Чтобы держать пассивку. Посмотри что тут створили ребята. Стоят в шедоу амулетах. Да они разобрали глимер кейпы. А Санейка еще и друганов своих бафает. Смотри. Слушай ну это реально крутой план. Может они стали как-нибудь поближе будет сюда. Ну там гем. Станешь поближе. Получишь Бороу Страйк. В троих. Тут палево было небольшое на самом деле. Порошились имперцы под смоками. Думали может быть хоть кто-то выйдет. Но черта с два надо лететь вниз. Может быть на релокейте. Может быть просто да релокейт пошел. Эмпайр никак не хотят почему-то взять ситуацию в руки. Вот уже которую игру мы видим. Понятное дело что хочется играть осторожно. Но мне кажется я сам в принципе стараюсь всегда играть осторожно. И на доту смотрю под таким углом. Что порой лучше отступить и не добить. Чем рискнуть, напасть, умереть и проиграть игру. Но в данной ситуации это может быть очень ошибочно. Потому что соперник плохо дерется. Значит он допускает ошибку. Если соперник допускает ошибку. Тебе надо его наказать за это. Заставить его выкупиться. Заставить его потерять линию. Например. Эмпайр заставили выкупиться команду Na'Vi. И после этого они ничего не делают. Через 2 минуты. Все то чего достигли Эмпайр. За последние минут 8. Когда они там убили. Когда они там что-то нафармили. Этого всего не будет. Придется снова убивать. Снова заставлять людей выкупаться. Тут количество артефактов уже запредельное практически у всех персонажей. Чуть лучше может развиться висп. Чуть больше может наверное купить себе виномансер. Я не знаю правда там вместо Солара наверное что-то. Приобрести. Сложно пока сказать что. У Сент Кинга есть какой-то потенциал к развитию. У Na'Vi. Вещи может купить Клокверк. Вещи может купить. Ну Шейкер тут исключительно вспомогательные артефакты. Он не ставит перед собой целью какой-то дэмэдж уносить. Он берет сейчас рефрешер для того чтобы дать 2 фиссуры, 2 эхо слэма. Это круто. С Вену некуда развиваться. Лине некуда развиваться. Ну Дизраптору да. Но в принципе то Na'Vi и стоят на базе. Потому что они байбеки свои потратили. И им никуда выходить не хочется. Они хотят играть осторожно. А вот имперцам надо бы чуть агрессивнее быть. Чуть более дерзкими. Но уже момент практически упущен. То есть скоро байбеки-то появятся. Если... Чуть больше минуты и все. Если Эмпайр нападут прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Я не знаю правда как они будут нападать. Там такая глухая оборона. Что там по Т4 вышке придется лезть. Если они нападут прямо сейчас. И убьют игроков Na'Vi. Там 3 байбека отсутствуют. Они либо мега-крипов сделают. Либо игру закончат. Им хватит вот этого времени. Одна минута там примерно. Ну там будет секунд 30. Им вполне хватит для того чтобы сделать мега-крипов. Но для того чтобы этого времени хватило. Нужно напасть прямо сейчас. Прямо здесь и прямо сейчас. Эмпайр аккуратненько заходит в бот. Но аккуратненько тут не работает. Потому что аккуратненько... Но они зашли. И они сейчас посмотрят. И уйдут назад. Есть подозрения. Если никто так не подставится. А Na'Vi не подставляется. Na'Vi вообще не идут вперед. Na'Vi будут стоять за спиной. Na'Vi мне кажется даже готовы эту линию отдать. Ну окей. Два лайна пропушены. Ничего страшного. Тут минута какая. 70-ая. Эмпайр ошибаются один раз. Выкупаются. Ошибаются второй раз. Конец игры. Хоть Na'Vi против мега-крипов играют. Это не важно. Свен все это дело расчистит. Дойдет до трона. И разрушит. Трон. То же самое могут сделать Эмпайр. Поэтому лучше пожертвовать одной линией. Целиком. И бараками. И т3 вышкой. Чем лезть в плохую позицию. Сражаться как-то с соперником. В неудобном моменте для себя. И умереть без байбека. Или потратить байбек. Этого делать не надо. Все. Байбеки есть у всех игроков на карте. Так что теперь провести удачную драку. Убить всех. И закончить игру не получится. С огромной вероятностью. И сейчас должны пойти по логике имперцы. Так вот случаю драться. Это было бы супер логично. Так и происходит. Да, да, да. Но тут попытка убить Звера. Сванек, кстати, убивает очень быстро. У него с Санейка проблема будет. Хектис, наверное, монстры. На самом деле на это абсолютно наплевать. ФН. Попытка убить и генерала. ФН отлетает на жат. Санейка, кстати, что он поставит или нет. Его не ставит. Погибает и Дизраптор. Ну, надо выкупаться. Свен уж точно. Свена все кнопки доступны. Если, конечно, имперцы пойдут сейчас в атаку. Но они будут ждать. Все-таки крипы на центре есть. Можно заходить на низ. Тауэр деняет Дэнди. Получает палку. Врывается мегкостно. Забивает Линкенсвера. То есть Хекс. Выкупает Свен. Укупает Свен. Укупает из Раптора. Хаслайм от Рожера по двоим. Можно убить. Все очень быстро. Штанкер пока живет. Санкинг не живет. Что-то Санкинг погибает. На Фен пытается добить Кристаллайз. За Кристаллайз напомнит. Байбай. С Вен нельзя ни в каком случае погибать. Свен больно. Свен под Сатальнику неплохо отжирается. Проблемы есть у Клокерка. Клокерк добивает. И Штанкер из Байбай. Хекс на Манки Кинге. Манки Кинге лежит живой. Манки Кинг погибает. И Na'Vi отбиваются. Что? Чего ждали имперцы? Почему? Они знают, что-то как будто по таймеру. Просто байбайк появился 10 секунд. Нападаем пары. Нет, тут дело немножко в другом. Когда у Na'Vi появились байбайки, они вышли с базы. И нападать на соперника, который вне базы, намного проще, чем на соперника, который на базе. Поэтому Empire и пошли. Тут такая вот причинно-следственная связь. Но они потратили сейчас 2 байбайка. В принципе, Na'Vi могут тоже пойти сейчас, забрать Рошана и заставить соперника выкупиться. И тогда команды будут в равных условиях. Если не считать того фактора, что у кого-то будет Аегис. Либо у Лины, либо у Кристалайза. У Кристалайза, наверное, у него байбайка. Нет, да? Давай посмотрим опять. Да, он же выкупался. Лина не выкупалась. Смотри, выкупался Визг, Дизраптор, Сэнтинг, Штранспирит и Веноманстер. Визг. Короче, байбайков было очень много. Выкупается Веноманстер вот только что. Окей. Выкупался. Непонятно. Тут работает такое правило. Чем раньше ты выкупился, тем быстрее у тебя откатится байбэк. Поэтому... Ну, выкупаться ему, скорее всего, все равно бы пришлось. Поэтому он выкупился. Наверное. Такой логикой руководствовался Гостик. Ну, по-другому я не знаю тогда, как еще можно это объяснить. Санейка. По-моему, Санейка оставил надежды купить Аганим. У него деньги вообще не прибавляются. Он расслабился, смирился и решил покупать там артефакты. Флассочки, вардики, да. Вардики, нормально. Хотя этим могли бы заняться игроки, у которых денег уже выше крыши. Дэнди просто нечего больше покупать. Ну, Рапиру может купить, я не знаю. Гемы может купить, если они есть. Складировать их помаленечку. У кого нет 25 уровня, книг накупить каких-то. У кого тут 25 нет. Только у Дизраптора, кстати, нет 25. У него там таланты не такие уж, кстати, и хорошие для 25 уровня. Они ничего кардинально менять не будут. Ну, талант на Зандер Страйк может, конечно, пригодиться. То есть ты дольше будешь получать вижен на сопернике. Порой это может решить. Ты, ключевой момент, там, глимпсонежка в комнате Манки Кинга, который улетел далеко. Вот, но 30% маг резиста тоже вроде бы хорошая тема против Виномансера и Шторм Спирит. Посмотрим, что выберет. Если он, конечно, когда-то докачается до 25 уровня. Да, Эмпайр любит такие игры. Как на квалификациях к Интернешнл, они там с Вега играли. Помнишь, это бесконечная игра. Слушай, слушай, а группа стадия Интернешнл, Эмпирс, это же игры много миллиард минут, да и сам Интернешнл, основная стадия. В чем дело, нам нужно немедленно позвать Инесса в Тимспик, или чтобы он написал в Твиттер, что эта игра может длиться вечно. И она реально будет длиться вечно. А когда Инесс пишет, что какая-то игра будет длиться вечно, она тут же заканчивается, как правило. Все, можно пасить на бате, теперь Эмпирсы говорят, что и у нас с кулдауна на байбэк. Опа, полетел как ФН. Полет шмеля. Так, ну он полетел, Дэнди напугал и нажал телепорт, понятное дело. Ну, так-то и у Нави не все байбэки есть. Может, тайм-аут возьмем, знаешь, как это в детстве, когда в какие-нибудь догонялки играешь, все устали. И говорят, да все, ребят, тайм-аут, тоже встанем на базы, подождем, пока байбэк у Свена откатится, пока откатятся байбэки у трех игроков Империи, и потом снова воевать, снова драться. Да, все, Эмпирцы вообще боятся выходить. Настолько им стало страшно, что они вроде как драку проиграли, и все, уже как-то не хочется. Ну, ты представляешь, Эмпайр ждали Нави часа, наверное, четыре. Сыграли первую карту, проиграли, сыграли вторую карту, выиграли. Вот сейчас они играют, или наоборот было, первую выиграли, вторую проиграли. Сейчас они играют третью, уже 76 минут. Ты представляешь, чего стоит поражение здесь? Вот морально, вот так, ментально. Нам надо Егорыча в скайп в идеале. Да, Егорыча в скайп было бы... Это идеально. Он тебе все, я думаю, рассказал бы, что там происходит. Да, уже элементарно тяжело, что Эмпирцам, что Нави. Поздняя ночь. А играть надо, ну, смоук от Нави. Нави понимает, что сейчас-то можно напасть времени, там много. Ну вот видишь, Нави, Нави играет совершенно по-другому. Они знают, что у соперника нет байбэка, они берут быка за рога. Стараются надавить. Имперцы видели, как... Ну, точнее, они видели, как варды внезапно появились, что говорит о том, что Нави где-то тут смолки бродит. Надо очень осторожную позицию занимать Империи сейчас. Вот они видят Дэнди. Показывается Чапи. Дэнди видит Чапи. Ристалайз, можно прыгнуть. Да, Чапи вроде видели, все дружно. Но пока в него не врываются. Вот она, писура. Кенетик Филт, Блэкин Барн нажимает Дэнди. Отличный релокейт. Отличный релокейт от Ванскора. Надо сейчас щемить Навей, потому что они без БКБшев летают ФН. Немножечко пугает своего соперника. Ну и, кажется, это ничего не закончится. Но Нави пока остаются. Нави не уходит отсюда, что самое интересное. То есть у них вроде как все есть, пуск сумма имеется. Знаешь, в чем прикол? Дэнди купил себе Блэкин Барн и он был свежий. То есть он 9 секунд следующий будет. Дэнди знал. Что ему придется играть 80 минут, поэтому специально не покупал БКБ. Ставь плюс, если помнишь, что Блэкин Барн можно было менять. Когда-то. Да, тогда кастеры только могли мечтать о том, чтобы быть полезными. После 15 минуты, наверное, или после 20. В глубоком лейте кастерам импакт какой-то сделали было практически нереально. Потому что у человека БКБ кончается, он его продает и покупает новое. Плюс оно, по-моему... Там какая-то другая была механика с Блэкин Баром. По-моему, меньше Блэкин Бар не становился. Он, по-моему, всегда 10 секунд действовал. Или как-то... Короче, что-то такое было. Сначала было так, потом можно было БКБ менять. В общем, я уже не помню, поэтому не буду в эти дебри лезть. Энэс еще писал, я помню, что вот я же говорил, что надо БКБ, а не это. Вот саппортом играть невозможно. Ну вот. Энэс как в воду глядел. Оп! Книжечка Алина покупает. Ну, явно не себе. А кому, кстати? Дизраптору. Дизраптору. А, ну да. Дизраптору обмазывать прям максимально Санэйка. Он единственный, не 25-го. Единственный персонаж у Нави, который имеет не 25-й уровень, это Санэйка. У Эмпайр это Ио. Это Ванскор. Ему там три книги. Три книги. Причем он сам купил три книги. Жирует. Что у него на 25-м уровне? Тизер станет. Это серьезно. Нет, это ставь плюс, если помнишь, когда тизер станет. Ставлю. Ставлю плюс. Красиво, красиво. Все. Чат в плюсах. Тогда Эмпайр как раз и играли. Виспом, старый их состав, с габлаком, с Блой Ю Брейн. С Ванником. Это в каком? В 91-м? Нет. Это было до нашей эры вообще. Я понял. Не зазой. Я понял, я понял. Ну что, Форс, повезло и нам с тобой игру такую комментировать. Я только рад. Я только рад. Сейчас ливки игр на 100 минут-то. Я только рад. Да, но дота пока не ломается. Хотя здесь Дарксир нет. Дарксир обычно доту ломают. Но здесь пока все в порядке. Ничего не горит. Гостик начинает уже змейки расставлять по всем линиям. Горит. Нормально. По кайфу. Змейки там на 1350 хп. На 120 урона. Интересно, будут ли побиты рекорды по ласт хитам в этой игре? Ну на каких-то персонажах точно будут побиты, мне кажется. На каких-то конкретно. Пока слабовато ты. За 8 минут. Почти тысяча крипов у Дэнзи. Ну вот еще столько же набить. И тогда можно поболтать. Тогда уже да, можно побеседовать. Рапира пока никто покупать не хочет. Да и собственно некуда их покупать. Ну в теории там можно купить все-таки рапирку там. Рапируй реально. Но я думаю в какие-то моменты, когда там будут какие-то байбеки, можно будет покупать рапируй и идти просто уже в атаку. Напоследок как-то камбэчить. Пока и без рапирта урона хватает. Что у Свена, что у Лины. Да и у Манкинг-то себе бабочку купил, мы помним совсем недавно. Ну там нет МКБшек. И это в принципе правильный выбор. Потому что лотус орбов уже сколько, давай посчитаем. Раз-два. И у самого Манкикинга есть БКБ. Дэнди обмазанный Линкинг-сферой. Свена не стал на него нападать. Причем ты ж не можешь понять, кто Дэнди и Линкинг-сфера. Это он сам на себя поражал или ему кто-то дал? Ну так-то наверное ты понимаешь, что это на него скинули. Линкинг-сфера, как ты понимаешь, стакается. Может там и три стака и четыре сделать. Да, конечно, конечно. То есть если у тебя есть Линка и тебе дали еще одну Линку, то ты два с полблока имеешь. И еще этой Линку, то будет три получается. Правильно? Да. О, Дизраптор. Красавчик. Все. Блинк Даггер еще купит. Все, Санейка готов. Ему больше вообще ничего не надо. Там какие-то уже остальные артефакты, там хексы и так далее. Это уже все неважно. Главное, блинка, гоним. И все. Так, вот Эмперцы вышли с базы неожиданно. Эфрен даже полетел. Нет. Просто крипочка. Рефрешер у Шейкера. Маны, правда, честно говоря, впритык. Я не знаю, вообще хватили ему ману на весь прокаст с рефрешером-то. Не хочу считать, но я что-то сомневаюсь, что прям на все будет хватать. То есть, монопол... То есть, нет какой-то шивы, ничего-то на ману такого прям серьезного. Не, не хватит. Ну, ты думай, теперь... Ну, ладно, там почти, там в упор, если чуть-чуть... Ну, там почти, да, почти в упор, почти впритык. Два эхо слэма и рефрешер. Можно, конечно, побегать под раунд. Видишь себе, манга даже купил. Может, для того, чтобы как раз заюзать его. Чтоб маны хватило на все про все. Не знаю. Может быть, и для этого. Так, байбеки у нас есть практически у всех персонажей. Кроме как у Виспа, Сэнд Кинга и Дизраптора глимсуют. Опа-нас, слушай, а у него нет байбека. Сэнд Кинга, да, Сэнд Кинга погиб уже. Уже как бы 4 на 5. И это еще не конец. Палка в Шейкера. Шейкера пока стоит. Чапи. Чапи могли заметить, дать фиссуру убить в теории. Но Чапи отходит назад. Сэнд Кинга не будет 86 секунд. Байбека у него не будет по золоту, не хватает. Но Нави говорит, да ну его. Не пройдем. И, кстати, на Рошана-то можно прогуляться быстренько. Там за 20 секунд, за 15, за 10 его убить. Тролла второй появляется у Дэнди Мона. Ну и заход на Рошана. Имперцы, понятное дело, его отдадут. Вопрос в другом. Пойдут ли Нави с очередным Аегисом в руках на хайграунд? Видели ли Нави Аганиму Санейка? Если, точнее, наоборот. Видели ли Эмпайр Аганиму Санейка? Оговорился ли немножечко уже к концу 83 минуты? Ну, я думаю, что, скорее всего, прокликали все-таки его хотя бы разочек. Должны были прокликать. Где-то там он на Вижене, наверное, показался. Да, должен, должен показаться. Ну, Санейка вроде райт-кликом Аганим купил, да? То есть он там где-то складировал артефакты и в конце концов себе его положил в инвентарь. Он там не показывал никакие поинт-бустеры, ничего такое не показывал. Если это так, то, может быть, Эмпайр не догадывается. Сейчас посмотрим на Вижен Эмпайру. Видели они, не видели. Пока они не видят Дизераптора. Судить нам очень тяжело, потому что всю игру от лица Эмпайра смотреть мы не можем. Вот, Санейка ждет удачного момента. О, все. НС написал в твиттере, что эта игра может длиться вечной. Я чувствую, что сейчас конец. Спасибо, Ярослав. Ну да, тут, если логично подумать, то... Логически подумать, то, кстати, Шторм Дизераптора и, в принципе, все умрут. То есть до БКБ-шек нажать, Чаппи ничего не прожмет. Вот, 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 пошло. Ну это чувствуется влияние Александра Юрьевича там за спиной у Дэнди, наверное. Одна рапирка есть, ждем вторую. Да, мы на вторую-то почти денег хватаем, по сути, поэтому... Потенциально, да. Потенциально, да. Как же Дэнди, конечно, рейнш-атаки просто огромный. Пика плюс талант. Падает все. Балка, фукшот, прыг на ТФНа, попытка моментально убить. Хороший Санэйк-шторм ставится от Санэйка. Соборот, на Блокенбары. Там Блокенбары были использованы немножко до этого. Генерал поднимается в Юл. Был еще и релокейт до этого. Санэйка отходит назад. Кристаллайз аналогично. Генерал под Глимер Кейпом пытается уйти. Это драка, где никто не погибнет? Серьезно? Она самая. Гениальная драка. Ну, тут Ванскор. Ванскор, браво, аплодирую стоя. Отличный релокейт. Спас то ли Манки Кинга, то ли... Ну, короче, какого-то Кора, которого захексили. Я там в полусражении не заметил. Шторм влетел в агонимный статик шторм с нажатым Блокенгваром, поэтому он его не ощутил. А вот один из других игроков Империи получил дизейбла, и у него могли быть проблемы, мягко говоря. И Ванскор его спас. Своим релокейтом. Ну что, что же вкачал Ванскор? Конечно же, стан тизера. Собирается покупать керасу. Керасы так ни у кого и нет. Ну что ж, почти полтора часа игры позади, еще немного остается. Балуется Ростислав, там летает на стороне. При этом, насколько много бараков стоит за вот эти вот полтора часа. То есть, ладно бы там голутромбл, тут столько бараков еще есть. Подожди, тут еще будет голый трон, и еще кто-нибудь будет с мега-крипами играть. Все, все. Не, уже на таком этапе легко. Изи, и Манки Кинг против Свена. И кто не спорит, Манки Кинг с БФом. Он как знал, что придется, может, против мега-крипов играть. Говорит, ребята, если что, мега-крипов дефаем. Вещи не разбиваем, ГГ в общий чат не пишем. Что мы еще не обсудили с тобой за эти 90 минут? Хм. Хм. Да, в общем, все, можем молчать. Ну, в действительности, тут такая стадия игры, где такой очень аккуратный слоу-плей будет присутствовать. Каждая команда пытается нащупать момент, где можно надавить, и вот как только такой момент появляется, надо реагировать. Снова идут на хайграунд к своему сопернику. Роджер уничтожает варды Виномансера. Имперцы готовы, кажется, ворваться. Они видят, нет, не видят, видят, не видят. Ничего не видят. Видят только кристаллайза. Тут хороший вард очень стоит. Видит еще шейкер. Вот в шейкер бы ворваться. Вот я, кстати, ни разу не видел, я ни разу не видел, что ПФН ворвался в шейкер. Он все время врывается в лину, у которой линка БКБ. То есть никак. Там, кстати, рапирку, да, все в порядке. Там рапирку чуть перекладывали. Вот, надо врываться в шейкер, потому что если ты ворвешься в шейкер, ты ему вообще ничего не дашь сделать. Ты ему собьешь блинк. Ну, у него, ладно, у него гост и юл. Да, тут уже и в шейкер, наверное, тяжело врываться. Но, как правило, Штормспирит старается врываться именно в шейкер. Вот в такой игре, где очень грамотно и аккуратно игроки выбирают позицию. Вот шейкер сам старается все время выбрать правильный угол для кессуры. Хороший момент для эхо-слэма. И стоит поэтому все время задний. И Шторм, это вот один из таких персонажей. Смоук такой нажали очень. Пау, прям этот смоук получился слишком близко к базе. По-моему, все эмперы должны были видеть. А байбеки есть практически все, кроме одного виспа. Ого, там тычка такой демедж наносит по бараку. Ты посмотри, там цифры такие. Оторвало, да, оторвало. 210 плюс 509. Я уже хочу рапиру на Манки Кинга, на самом деле. Вот так вот игра заходит. Чапи, 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 чапи. Сбивает. Вам скоро очень было опасно, но барак падает. Как же быстро будет ли Глиф. Глиф на 25 хп у барака. Полетел ФН. Пропадает Дегисов за Иммортал. Хекс на кристаллайзер. Гостик дает ультимейт. Санэйка ставит стапик шторм. Хаслайм есть. Неплохо. Можно убить Манки Кинга. Манки Кингу очень больно. Манки Кинг падает. Сфиль еще и ФН. Это минус 2. Байбеки должны быть. Погибает также и Гостик. Подалибард и Свену свою задачу он уже выполнил. Байбек 1, 2, 3. От имперцев. И тут эпицентр. Отличный Хекс. Узбивает. Генерал его в последний момент использует. Так бы ворвался. Тут бы мог убить ребят. Но обошлось. Ну что ж. Байбеки увидели. На Ви. Пособности использовали. Нужно уходить точно назад. Понятно. Но может быть через минутку уже можно вернуться. Ванскор. Подраться. Да. Мок и не увезти кстати говоря. Манки Кинга этим релокейтом. Там очень-очень сильно повезло имперцам. Что начали прокать миссы. Повесили грамотно. Повесили лутусорб на Манки Кинга. Сбросили дебаф и Бладторнов. Контракт к миссам перестал работать. И в итоге. Чапи там получил 1-2 тычки от Свена. Оба. Обе эти тычки были миссами. Ну там или одна или две. Там уже тяжело заметить скорость атаки у Свена. Колоссальная. С Керасой и с Муншардом. Если б не этот мисс. Выкупился бы он намного раньше. И у Дезраптора к тому моменту. Еще бы остался статик шторм. Очередной раз имперцы тратят байбеки. Нави давит. Нави свои байбеки не потратили. Денди может начинать складировать рапиры. Есть что-то в Курьере? Ничего в Курьере нет. Ну то есть. Если он умрет. Выкупится. Он может взять еще одну рапиру. И в принципе ничего нет страшного. Если он эту рапиру потеряет. Потому что. Кому эту рапиру отдавать? Кому она нужна? Нужна ли она Манки Кингу. Вместо тап. Кстати говоря. Если у тебя есть бабочка. Манки Кингу рапира. Да. Если у тебя есть бабочка. Ты можешь выкинуть тапок. Ну чисто теоретически. Зачем тебе тапок? Ты из бабочки быстро бегаешь. Телепорт. Ну там наверное как-то сможешь разрулить. В такой лейт игре. Тебе либо вис прилокейтом вернет. Либо таскай просто травола в рюкзаке. И вместо фейсбутс можно купить что-то другое. Бэтлфури. Нужен ли Бэтлфури? Чапи сейчас. Хм. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Может лучше Абисал. Может быть лучше. Ну как бы я понимаю что Абисал не работает уже в УКОН команде давно. Но исключительно ради дизейбла. Ради дизейбла в БКБ. Ради того чтобы там Линку может сбить какую-то там. Ну. Чем-то такое. Сам он тоже иногда вступает в открытую конфронтацию. И дерется там со Свеном под Сатаником 1 на 1. Такое уже было. Влетает Шторм. Срезает крипов. Не всех правда. Далеко улетел кстати. Немного кривовато просто. Фенчик. Ну слушай. Могут уже Нави попытаться зайти. На кулдаун на байбэк еще очень высокий. Не будет байбэков практически ни у кого. Это же просто будет жесть. Байбэк лишь у Санкинга. Поэтому для Нави шанс. Выиграть драку. Эту игру закончить. Просто пойти в трон. Дэнди будет просто с большого рейнджа расстреливать милишный барак. Похоже план такой. Ну вот ворваться бы на Дэнди бы. Гель не точный. Дэнди. Драгон Слайф просто бить барак. Мисс и брокают. Палка есть. Барак на 14 хп и... Ой, 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 ой. Все, добил. Потом и мисс. И по варду ударил. Барак пал. Это ничего не меняет вообще. По слову совсем. Вот если три лайна упадет вот таким образом, это уже да. Даже это, мне кажется, не супер меняется вот конкретно сейчас. Вот если упадут игроки команды Empire все, тогда да. Учту, что опять же байбэков нет. Хотя еще 4 минуты 45 секунд остается. Может быть и дотерпит имперцы. Посмотрим. Дэнди обмазывается Линкин с ферами. Своими, чужими. Под лотусом. Палка откидывается Манки Кинг. Брейп. Мипошка сбыл Линкин с феру. Фукшот от генерала. Брейп на мир Манстер. Манки Кинг сразу же дает ультимейт. Врывается Свен. Статик Шром ставится, но там работает снова ванскор. Фен пошел вперед в атаку. На шейкер. На шейкер вход в гостом находился. Лагуна Блейд гостика. Гостик успевает нажать Black and Bar. Ну и барак падает. Имперцы используют все свои способности. На ви, в общем-то, тоже должна быть довольна ситуация. Да, но надо бы подраться, может быть, самим имперцам. На ви идут в атаку так же. Свен заканчивает в действии ультимейта. Но без ультимейта, наверное, уже не стоит. Можно просто уйти. Может быть, и о Рошане подумать. Не знаю, нужен ли вообще этот Рошан и Аегис. Но, в принципе, Дэнди в теории... Лишним не будет. Лишним не будет. Лишним не будет. У Агонимус Роспереда, кстати. Вот это тоже может изменить игру. У Санейка... Ну, как бы, слотов еще очень много. Можно хотя бы ему дать Аегис и Сыр. Если уж ты сам не хочешь его забирать. Там вторая Рапира у Дэнди. Но, я так понимаю, она для Курьера. То есть, если... Произойдет такой размен, в котором Дэнди погибнет, он выкупится, а Рапиру подберет. Вторую, которую он приобрел. Ух, игра начинает очень серьезно накаляться. Но уже надо 100 минут добить 100%. Иначе это потеря просто времени. Просто сидишь, смотришь за Нави и Эмпайр до 3 утра. Это я со зрителями говорю. А тут они не добивают 100 минут. Надо добить. Тогда уже будут поветерей с ними. Да, какой-то Майлстоун должен быть. Все-таки сегодня у нас... А, может быть, рекорды нужно побивать. А, я, кстати, для Санейка, ну, да. Лишил Дэнди себе уже не менять ничего. Там, какую-то Линкен Сферу или Блокен Бар. Кстати, Рапира вторая лежит, да, как я понимаю. Третью можно скоро будет купить. Кайф, кайф. Так, а где она? Где она, ты видишь? Вторая Рапира? А, в стэше, в стэше, в стэше. Все, я просто Курьера прокликивал. Так, тут смотри, Микрошка в неплохой позиции. У Дэнди по-прежнему можно убить, выбить Рапиру. Импайр должны понимать, что либо они сейчас нападут первыми и сохранят третью линию, либо они... Окей, проехать специально. Пошел, попытку бить Роджера, врывается так же ФН. ФН просто в секунду убивает Дэнди. Как же много урона от Дэнди. И Фисталайза в итоге Шторм Спирита не будет. 90 секунд он без байбэка. Проблема у генерала. Генерал, фукшот, пошел просто перед атакой попадает по крипам. Чапи на релокейте улетает. Микрошка просто спрятался в лесу. Не показывает себя. Очень побитые игроки команды Нави. Посмотрите, абсолютно все. Но живут. У Свена скоро появится Сатаник. Времени хватает. Две минуты не будет байбэка. У Шторм Спирита и нужно идти. Нужно идти и в атаку. Сырами Нави, да. Кайф. И надо заходить. Без Шторм Спирита драться нереально. Манки Кинг без ультимейта. Манки Кинг, конечно, палку дает. Но кроме нее больше ничего сделать не может. Без буквы команды Манки Кинг не может нормально драться. А Нави-то побаиваются. Хаслэм, кстати, есть еще у Шейкера. У него еще и рефрешер есть. Более того. Это, видимо, мега-крипа. Дает генерал-вижен ракеткой и Дензи может ломать хай-граунд. Не, на Дензи как-то нападать не хочется. Оу! Хорошая троллжер. Ахаслэм был по двое м, тотем по двое м, рыбается Свен. Свен Блокенбар. Просто пару ударов Биз погибает, Биз покупается. Манки Кинг против Свена. Свен немножко посильнее немножечко и команда. Эмпайр. Проигрывает? Так вот проигрывает эту карту. Вроде встреча, которая должна была быть выиграна. Преимущество было около 12 тысяч по золоту. И имперцы держали эту игру в своих руках. Но мы помним, как они не хотели заходить. Ждали момента. Ждали вот прям, чтобы все было в их пользу. И команда Нави совершает просто невероятно. Это новая эра, друзья. Два минора и Нави на них едут. Это просто жесть. Без комментариев. Эмпайр, пора что-то сделать со своей проблемой. Понимание, когда надо нападать в лейте. Потому что, ну уже которую игру мы наблюдаем, как они не играют агрессивно там, где это нужно. Ну вот просто две больших разницы. Нави без байбеков стоят на своей базе. Эмпайр не хотят заходить. Но они как-то не хотят, знаешь, так что-то варды ставят. Эмпайр без байбеков. Нави пытаются что-то делать. Ну, немножечко другой пик. В том плане, что у Нави есть герой, который на огромном рейдже расстреливает бараки. Он спровоцировал имперцев выйти с базы. Но имперцы тоже, в принципе, могли бы что-то придумать. Два человека по одной линии, три человека по другой, например. Да, как-то засплитпушить, закрысить. Что-то выдумать одним словом. Но у имперцев, к сожалению, не получилось. Не знаю, в чем была проблема у них. Они вполне могли выиграть эту игру. Очень жаль, что они ее проиграли. Я думаю, им самим очень жаль. Ну, а мы поздравляем команду Нави с выходом на PGL-минор. Да, очень круто. Мы их и правда поздравляем. На этом мы наш эфир заканчиваем. Всем хорошего дня. Всем доброй ночи, кто ложится спать. Ну и мы с форсом отключаемся. Всем пока, до встречи. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok